Девушки отдыхают Постараюсь. Давай, давай. Всё, беги. Да подожди. Рюкзак. И рюкзак. Рюкзак. Ну давай, чего ты стоишь? Пошли. Подожди, сейчас. Пока. 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 Наденька, привет. А ты не могла бы сегодня ко мне пораньше заскочить? Часиком к четырём. Да, я просто боюсь не успеть с готовкой. Отлично. Спасибо. Буду ждать. Катя, привет. Феликс, привет. А я иду, замечталась. Да, я уже вижу. У тебя килограмм пятнадцать мечтаний. Садись, подвезу. Ой, спасибо. Так. Давай. Проходи. Ну что, куда? Домой? Да. А это куда столько еды? Не как пир намечается? Сегодня у нас с Лёшкой десятая годовщина совместной жизни. А ты не помнишь, как будто. Ты же на свадьбе был. Точно. А я и забыл совсем. Ой, так приходи к нам, посидим. Я бы с удовольствием, но боюсь в клинике. Допоздна задержусь. У меня три операции по графику. Трудоголик. Работа есть работа. А могло бы быть всё по-другому, Катя. В смысле? Ты же сам так рвался на медфак. Да нет, я не об этом. Ты и Лёша. А могли бы быть ты и я. Ай, Феликс, прекращай. Уже столько лет прошло. У меня муж, дочка. Я счастлива. Я верю. Вот и хорошо. А мой дом? Я знаю. Ну, если передумаешь, приходи. Пока. Может, помочь? Нет, спасибо. Пока. Да, Виктор Станиславович, сейчас доложу. Виктория Петровна, можно? Да. Звонили из аппарата департамента, спрашивали, готовы ли сметы. В конце недели будут рассматривать. Значит, позвони в финоотдел и скажи, что если завтра к десяти ноль-ноль отчет не будет у меня на столе, уволю всех. Ясно? Да, хорошо, поняла. А еще нужна ваша подпись. Где? Да, Зинуль? Викуль, мне б с тобой одно дельце обсудить. Как ты сегодня вечером? О, я сегодня не смогу. Меня племянница на ужин позвала. У них, видите ли, какой-то праздник. Семейный. А, совсем забыла. А завтра? Хорошо, жду. Да, хорошо, давай днем позвоню, оговорим время. Лады, тогда до завтра. Заодно расскажешь, как все прошло. Чего хотела, мам? Хотела. Поговорить с тобой хотела. Идем ко мне в кабинет. А ты, Леша, напомнила, что у вас сегодня юбилей? Зачем? Он за десять лет ни разу не забыл. А вдруг? У мужиков память девичья. Ой, ну с чего ты взяла? Ну, был опыт. Кого ты еще пригласила? Ну, кого тут приглашать? Дело семейное. Из гостей ты да тетка. Ну, она у нас редко бывает сидит в своем комитете. Руководит. Не ладите вы друг с другом? Ты же знаешь, она меня вырастила, на ноги поставила, когда родители погибли. Но она тут еще диктатор. Я же не могу по указке жить. Поэтому ты за Алешку не поспешила выйти замуж? Ничего не поспешила. Там все серьезно было. По любви. Но тетка обиделась. О, еще как. Она же мне искала женихов с перспективой, со связями. И говорила, а какое будущее может быть у человека, который развозит по домам мебель? А ты? А я с ним всю жизнь прожила. И ни о чем не жалею. Так, нам надо еще успеть рагу приготовить. Времени совсем мало осталось. Присаживайся. Не стой столбом. Я вот что хочу тебе сказать. Не засиделся ли ты, сын мой, в зав отделение? Да нет, мам. Не засиделся. Меня все устраивает. А вот меня не устраивает. Тебе уже четвертый десяток. Пора в будущее смотреть. Перспективу наметить. В общем так, наш Сокотов уходит на пенсию. Это Евгений Семенович, что ли? Да, Евгений Семенович. Ему уже сто лет в обед. Так что пора на покой. Я предлагаю тебе занять его должность. Твоего зама? Нет, мам. Нет. На меня и так в клинике все косо смотрят. Говорят, что ты меня по родственному двигаешь. Это как же это я тебя двигаю? Куда я продвинула? Как батрачил в операционной, так и батрачишь. Мам, я врач. Мне другого не надо. Ну что, я буду сидеть в кабинете бумажки перебирать? Нет, нет, извини, это не мое. Это я, значит, в своем кабинете сижу, бумажки перебираю, дурака валяю. Мам. Да если б я этим не занималась, ничего бы не было. Ни клиники, ни тебя, ни меня, ничего. Мам, мам, прости. Не подлизывайся. Не мамкой. Сам ничего не можешь. Все за тебя делаю. Я знаю, что ты обо мне заботишься. Я тебя тоже очень люблю, но... Да ладно, не подлизывайся. Иди. Иди. Хорошо. Подумай на досуге, над моими словами. Виктория Петровна, вас подождать? Нет, пока свободен. Заедешь за мной ровно через два часа. Может, вы мне позвоните, если задержитесь, и я это самое... Я сказала, через два часа. Хорошо. Я никогда не опаздываю. Угу. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Ну что? Телефон отключен. Мил дело. Годовщина свадьбы, а мужей след простыл. Мам, а папа скоро приедет. Оксаночка, я не знаю. Наверное, он на работе содержался. И телефон выключил. Вряд ли. Может, с ним что-то случилось? Он же на машине домой торопился. Надь, не говори глупости. Если бы случилось, давно бы уже позвонили. У него документы с собой? Да. С собой. Ну вот. Так, вы почему ничего не едите? Мы что, зря столько всего наготовили? Давайте я вам тетефик положу. Надь, давай. И мне, мам. И тебе, конечно. Устал? Есть немного, мам. Может быть, к Лешке с Катькой съездить? Развеяться. У них там праздник, наверное, в самом разгаре. Съезди, развейся. Ты друг семьи или кто? Куда я поеду, мам? Я ж пошутил. Она, конечно, звала, но я ж понимаю, что я там не к месту. Какой все-таки ты у меня тюфяк. Был бы понастырней, поактивней. Сам бы женился на Катьке. Да, она своего Лешу любит. Как встретила его на дискотеке, так и влюбилась по уши. А ты бы отбил. Ты ее с какого класса любишь? С седьмого, восьмого, а? С восьмого. Пойдем. Теть, Вика, вы куда? Да некогда мне рассиживаться. У меня завтра восемь совещаний губернатора, надо выспаться. Лицо. Так что спасибо за угощение. Ну, подождите. Я думала, мы посидим, Лешу подождем. Ты жена, ты и жди. У моря погоды. Провожать не надо. Сама дорогу найду. Катюш, ну я, наверное, пойду. Мне же еще отчет на завтра готовить надо. Надь, ну подожди, успеешь. Не-не, пойду, пойду. И ты бы пораньше легла. Ты ж помнишь, у нас завтра проверка. Да, помню. Ну, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! И жили они долго и счастливо. Мам. Да, дочь, извини. Давай еще почитаем. Давай завтра. Тебе уже пора спать. Ну, мам, я не хочу спать, пока папа не придет. Ложи спать. Мам. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Папа! Папа пришел! Пап! Привет, привет, привет. Где ты был? Мы тебя ждали, ждали. Ну, чуть-чуть задержалась, прости, пожалуйста. Это чуть-чуть задержалась? Ну... Я уже была готова больницы обзванивать. Катюш, ну, прости, пожалуйста. Срочная работа. Телефон сел. Оксаночка, иди к себе. Ложи спать. Через пять минут приду, проверю. Ты где был? Я тебя заждалась. Гости заждались. Я чувствовала себя идиоткой просто. Катюш, прости, пожалуйста. Ну, правда, срочная работа. Ну, не было часов под руками. Скажи честно, ты просто забыла о нашей годовщине, да? Нет. Сумасшедший. Представляю, сколько они стоят. Я тебя люблю. Папа, сильнее! Давай еще! Да куда сильнее, хватит. Держись. Держись крепче. Ну, все, давай еще два раза, потом тебя мамка качает. Нет, я хочу, чтобы ты. Ну, зайчик, мне на работу пора. Опять? Ну, кое-что не доделал. Нам опять тебя к ночи ждать? Я постараюсь пораньше. М? Мам, ну-ка, чай. Угу. Давай. Катерина, я должна сообщить тебе одну новость. Я понимаю, что тебе будет это неприятно, но тем не менее. Что такое? Я только что видела твоего супруга с какой-то девицей. Блондинка, одета безвкусно, дешевый макияж. Может, вы ошиблись? Я никогда не ошибаюсь. Ну, он, может, это кто-то сработает. Он как раз по делам отлучился. А тебя эти отлучки не беспокоят? Все-таки я на твоем месте проверила бы, что у него за сверхурочное. Спасибо за совет. Ну, хорошо, твое дело. Решай сама. Я тебе все сказала. Может, завтра днем сходим в кинотеатр? Там детский фильм идет, Оксана хотела посмотреть. Катюш, я завтра днем никак не могу. Работа срочная. Да, отлучусь на пару часиков, все. Потом хоть в кино, хоть в театр. Куда скажете? Да, Эл. Да, иду. Скоро буду. Не, никаких проблем. Давай. Здрасте. А я заждалась. Вот как. В общем так, Алла, давайте договоримся. Сегодня последний раз. Ну, почему? Ну, потому что это нехорошо все. Потому что раньше после работы я всегда домой спешил. Потому что все выходные с дочкой и с женой проводил. А сейчас пропадаю непонятно где. Жена волноваться начала. Без обид. Странно, я никого не жду. Здравствуйте. Здравствуйте. Катя. А вы, да? А что, не ждали? А ты откуда? От верблюда. Леша, а это кто? Это моя жена Екатерина. Очень приятно познакомиться. Ничего не хочешь мне рассказать? Кать, я не знаю, что ты сейчас себе напридумывала, но… Придумывала? Я даже не собиралась. А вот ты, похоже, сейчас начнешь сочинять сказки, да? Какие сказки? Послушайте, не кричите, у меня ребенок спит. А еще никто не кричит. Так, все, мы разберемся. Давай, пойдем. Пойдем домой. Кать, ты сейчас следила за мной, что ли? Догадливой. Зачем? Я ничего не сделал. Конечно, ничего. Я его с полуголой бабой застаю. Выпивка на столе, там, закуска, а он самоневинность. Да, я тебе объясню сейчас все. Очень интересно послушать. Кать. Кать. Я жду. Чего? Объяснений. Кать, че объяснять-то? Зовут Элла. Купила шкаф в нашем магазине и попросила собрать. А с каких пор ты занимаешься сборкой? Ну, ты же знаешь, я иногда помогаю. Но одинокая женщина. Без мужа. Ребеночку полтора года. Болеет после операции. Все. Ты три дня собирал ей шкаф? Да почему я три дня собирал шкаф? За один вечер собрал. Вчера она попросила кран посмотреть. Сегодня у нее проводка заискрила. Прекрасно. Может, ты ей всю квартиру отремонтируешь? Ну, жалко ее стало. В чем проблема? Не понимаю. А фрукты, вино? Почему она вырядилась так, будто не мастера ждала, а любовника? Откуда я знаю, почему она так вырядилась? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Я не собирался с ней пить. Что? Благородный весь такой. Да. А что ж ты мне врал про сверхурочную работу? Я не врал. Работа была-была. Просто не вдавался в подробности. Я знал, что тебе это не понравится. Он еще заботился о моем спокойствии. Катька, ну че, ничего не было. Да не трогай меня. Да я тебе клянусь, ничего не было, Кать. О, привет. А где папа? А папа просто не смог прийти. Ты его прогнала? Да. Что ты только говоришь? Он скоро придет. Я слышала, вы вчера ругались. Что он тебе сделал? Заяц, у родителей иногда могут возникать споры, но тебе пока рано в них вникать. Пойдем. О, видишь, папа уже дома. Куртка висит. Пап, ты здесь? Здесь. Ого. Угу. Впечатляет. А это зачем? Тогда, 10 лет назад, в этой самой комнате, при свечах, с цветами, я сделал предложение твоей маме. И даже в этом самом костюме. Костюмчик-то уже маловат. Да суть не в этом. Я даже ужин приготовил. Сам, как тогда. А где моя тарелка? Заяцик, прости, тебя тогда еще не было. Ладно, не буду помешать. Только вы не ругайтесь, ладно? Мы постараемся. Мы же постараемся. Ты хочешь снова сделать мне предложение? Я хочу тебе предложить больше не ругаться. Потому что я тебя очень сильно люблю. Привет. Привет. Опять опаздываешь? Раньше за тобой такого не водилось. Дай угадаю, всю ночь опять с мужем мирились? Надя. Хотя, может, и мирились. А ты что, завидуешь? Я за тебя переживаю. А ты, вон, молодец, умница. Так. Да, тетя Вик. Я сейчас, я сейчас ехала на работу и встретила твоего Алексея. Он сияет, как начищенный пятак. Ты что, его простила? Тетя Вик, пожалуйста, хватит меня воспитывать. Я уже не ребенок. А ведешь себя очень глупо. Ты все-таки должна меня выслушать. Я старше, у меня опыта побольше. Если у вас так много опыта, что же вы не смогли двух мужей удержать? Катерина, не груби. К твоей ситуации ты не имеешь никакого отношения. А я убеждена, что Алексей тебе лжет. И нагло пользуется твоей доверчивостью. Тетя Вик, пожалуйста, хватит вмешиваться в мою личную жизнь. Я сама во всем разберусь. Ты когда разберешься, поздно будет. До свидания. Тетка, ну правильно ты ее отбрила. Пусть не лезет не в свое дело. Так. Что? Это из школы? Что-то с Оксанкой? Нет. Но мне надо идти. Я ненадолго. Ты сможешь меня прикрыть, ладно? Да, конечно. Так, а что случилось, скажи? ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Ну… Что нужно? Катя, подожди. Кать, стой. Стой, Кать, стой. Ты опять всё неправильно поняла? Я всё поняла правильно. Она мне позвонила сама по телефону. Сказала, что дело срочное, надо встретиться. Она плакала в трубку. Ну, я сказал, что я больше к ней не пойду. Поэтому она затащила тебя в кафе? Ну… Откуда я зла, что это подстава? Ну, людей много вокруг. Ну, Кать. Я уж сама всё видела. Как мне тебе доказать, что это не так? Не надо мне больше ничего доказывать. Помаду вытри. Ну, что ж такое-то, а? Вы? Как вас там, Эльвира или Леонора? Неважно. Я хочу знать правду. Правду? Какую? Не надо себе дурочку строить. Что у вас было с моим мужем? Было? У нас с Алёшенькой всё только начинается. Алёша мне признался, что вы его подставили. Зачем? М-м-м. Святая простота. Он сказал, а она поверила, да? Ну, хорошо. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Что это? Телефон. А в нём смс, который ваш Алёшенька писал мне, когда ему было скучно. Вы читайте, читайте. Там дальше ещё интересней. Спасибо, мне достаточно. Ну что, убедились? Да, вполне. Вот только не нужно считать меня хищницей. Это ваш Алёшенька на меня запал. Ну, видимо, что-то в вашем счастливом браке ему приелось. То ли ваша стряпня, то ли... Хватит. Алло, тётя Вика. Вы можете ко мне сейчас приехать? Спасибо. А я тебя предупреждала. Мужчинам верить нельзя. Они ещё не на такое коварство способны. Тётя, пожалуйста, не надо. Просто скажите, что мне дальше делать? Ну, ты же взрослая. Ты сама всё знаешь. Мои советы тебе не нужны. Ну, ладно, 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 ладно. Ну, ладно. Успокойся. Ну, я ж тебя не брошу. Мы ж всё-таки не чужие. Просто единственное, чего я сейчас хочу, это уехать из этой квартиры. Из его квартиры и самой не оставаться. И Оксану здесь не оставлю. Я никуда не поеду. Я хочу остаться с папой. Это невозможно. Твой папа оказался негодяем. Нет, он хороший. Оксана, перестань. Иди к себе в комнату, одевайся, мы уходим. Я не хочу! Не хочу! Господи. Ну, ничего, она подрастёт и поймёт, что ты поступила правильно. А мы теперь куда поедем? Поживёте пока у меня. Квартира большая, места всем хватит. А потом что-нибудь придумаем. Ну, не сиди. Собирайся. Собирайся, собирайся. Давай, давай. Мама, я не пойду. Я не пойду туда. Оксана, пожалуйста. Ну, мама! Быстро. Оксана. Я не хочу к тебе девить. Здравствуйте. Оксана, я прошу тебя, сядь в машину. Давай вернёмся. Садись в машину. Давай, скорей, её в машину. Мама! Девочки, хватит! Что ж, такая большая девочка такая. Оксана, прекрати сейчас же. Мама, я хочу домой. Оксана, мы уже едем. Жена, хватит. Моя бы так, я бы не сдала. Девочки, я вам все приготовила в твоей комнате, но если хотите, я могу предоставить Оксане отдельную комнату. Тесно не будет. Ты как? Мам, я не хочу здесь жить. Поехали домой. Ай, солнышко, пожалуйста, хватит. Давай лучше руки помоем. Давай. – Теть Вик. – А? Я сама. Пойдем. Пойдем, пойдем, деточка, ручки помоем. – Привет. – Как ты узнал? Соседка сказала. Пройти дашь? Нет. Что тебе надо? – Катя, я понимаю, что нервы. Переволновалась. Подумала непонятно что. Может, хватит? – Что хватит? Предлагаешь мне закрыть глаза на твои измены? – Какие измены? Не было ничего, я же тебе сказал. – Слушай, я уже устала от вранья. Я была у нее. Она мне показала эсэмэски, которые ты ей писал. – Какие эсэмэски? Я ничего не писал. – Я не хочу с тобой разговаривать и видеть тебя. Я тоже не хочу. – Катя, ты понимаешь, что это подстава? – Папа! – Доченька. – Оксана, уйди в свою комнату сейчас же. – Ты что делаешь? – Она не будет общаться с таким отцом. – Но я хочу, мама! – Ты можешь уйти сейчас? Прошу тебя по-хорошему. – Папа! – Катя, это ошибка. Это страшная ошибка. Ошибкой было то, что я верила тебе все эти годы. Мама, я хочу к папе! Мама! – Оксана! – Оксана, пожалуйста, успокойся! Пожалуйста! Мама! Ну, мам! – Позавтракала? – Да. Ну, не грусти. Мы скоро сможем домой вернуться. Когда? Совсем скоро. Ты говорила с папой. Что он сказал? Оксан, мы с твоим папой разводимся. Он сказал, что ставит квартиру нам, а сам поживет у дяди Паши. Поэтому, может, даже завтра сможем вернуться домой. Зачем ехать домой, если там не будет папы? Лёш! – А я к тебе. – Ко мне? Я не знаю, кто ты. Я не знаю, зачем тебе все это надо. Но ты сломала жизнь мне и моей семье. Лёш, ну, ты как-то все неправильно помнишь. А как мне это понимать? Ну, я подумала… Ты очень хороший, и у нас могло бы… А что у нас могло бы? Ты соображаешь, что ты несёшь? А, ну да. Твоя жена скоро от тебя уйдёт. Я таких дамочек знаю, они очень горды. А тебе грех оставаться одному? Значит так, если ты ещё раз здесь появишься, я за себя не ручаюсь. Ну, у нас могло бы всё получиться. – Кать, привет. – Привет. – Привет. – На работу? Садись, подвезу. Да я уже пришла. А? Я слышал, ты от Лёшки ушла. Это правда? Да. Как он мокроко поступить? В голове не укладывается. Уже и ты знаешь. Ну, хотя чему я удивляюсь. Моя тётка и твоя мама, не разлей вода. Что дальше собираешься делать? Я не знаю. Сейчас как-то очень пусто внутри. Ни мыслей, ни эмоций. Ничего. Кать, ты звони, если что. Мне не ехать надо. У меня операция в клинике. Конечно, езжай. Маме привет передавай. Угу. Кать, а ты не поторопилась насчет развода? Такое не прощают. Ну, может, дать ему еще один шанс? Ну, ты ж ходишь сама не своя. Я вижу. Как в воду опущенная. Шанс. Что потом на те же грабли наступить? Этого я больше не хочу. Ну, дело хозяйское. Бери кинь-ка мне свой кусок отчета, сама иди домой. Долгу от тебя все равно никакого. Только ошибок наделаешь. А если начальство спросит, я скажу, в больницу ушла. Спасибо, конечно, Надь, но я лучше здесь посижу. Мне и Оксану еще через час из школы забирать. Кристина Георгиевна, я Оксанку заберу с последнего урока. У меня просто на работе перерыв. Хочется в магазинчик съездить. В магазинчик съездить. Подарок выбрать. Я слышала о вас с женой, но, в общем, у нее все в порядке. Да, но это дело отношения не имеет. Хорошо. Забирайте. Спасибо. Давай, давай, иди, одевайся скорей. Смотри, здесь такой большой выбор. Пойдем, посмотрим вон туда. Пойдем, посмотрим вон туда. Там так много. Ну, что нравится? Вот, я думаю, на этой стоечке что-нибудь себе подведено. Тут есть мячи. Он же любит мячи. Футбольные, волейбольные. Какая тебе игрушка. Пап, а можно мы твою пупсика купим? Он такой милый. Давай, на кассу. Ты что творишь? Ты зачем Оксану забрал? Я отец ее, я имею право. Я в школу пришла, а ее нет. Я чуть с ума не сошла. Мам, все хорошо. Мы с папой в магазине были. Смотри. Иди сюда, чтобы не смела. Без меня больше никуда уходить. Ясно? Но я с папой. Ты чего на ней срываешься? Она ни при чем. Я, по-моему, тебе ясно сказала. Больше никогда ни к ней, ни ко мне не приближаться. Она и моя дочь тоже. Так, забирай свои игрушки. Нам они не нужны. Мама! Пошли домой. Вот он же нарочно это делает. Он специально хочет настроить ее против меня. Она и так уже волком на меня смотрит. Катерина, не городи чепухи. Ты, мать, решение всегда за тобой. Ну, какое решение мне принимать? Что я могу сделать? Ты должна как можно скорее решить вопрос с разводом. Я подала документы на развод. Пока их рассмотрят. У меня есть связи. Я сделаю все, чтоб не тянули. Ну, а ты, в свою очередь, должна написать еще одно заявление. Какое? Сядь. Сядь, сядь. А теперь послушай, ты должна написать заявление в полицию. Объяснить, что твой бывший муж хочет похитить у тебя дочь. Дурно на нее влияет. Ну, в общем, как-нибудь поживописнее. У меня полиция тоже ей знакомая. А что это даст? Как что это даст? Мы добьемся, чтоб твоего благоверного на пушечный выстрел не подпускали к Оксане. Будет официальное решение суда. Согласна? Да. Да. Расскажи. Сейчас, мам, я помогу. Да неужели? Ой-ой-ой, как интересно. Перезвоню. Не торопись. Отгадай, какую новость я узнала. Какую же, мам? Твоя Катерина развелась со своим лавеласом-бабником. Да ты что? Так быстро? Ну, чего тянуть? Правильно сделала? Днеющий орган нужно ампутировать. Мам, ну, перестань. Почему ты говоришь, моя? Моя Катя? А ты подумай. Молодая женщина осталась одна, с ребенком. Не стой с толпом, действуй. Мама, ну, ей же сейчас не до меня. Ну, что ты? Ей не до кого. Она в трансе. Вокруг нее образовалась пустота. Заполни эту пустоту. Заполню. Пойдем, пойдем работать. Подержи ее. Три операции. Пойдем, я прошу тебя, мама. За счастье нужно бороться. Оксана, хватит мучить кашу. Ешь. Опознаешь в школу? Мам, я не хочу ее есть. Ну, хоть ты не выводи меня. Кто там еще? Пойдем. Опять ты? Заехал попрощаться. Уезжаешь? А что мне здесь делать? Вы от меня отгородились. Мне уже бумажка из суда пришла. Я знаю. На днях увидел объявление. Требуется водитель в геологическую экспедицию. Отправил заявку. Пришел положительный ответ. Ну, а как же магазин? А я уволился. Папа! Папа! Оксана, отойди от папы. Иначе его посадят в тюрьму. Папа, это правда? Правда. Счастливого пути и удачи. Пойдем. Папа больше не вернется. Да ладно тебе. Давай проведу. Паш, все в порядке. До станции пять минут. Спасибо, что я приютил. О чем речь? Свои люди. Ты ж только звони оттуда. Как устроился, как добрался. Не на край света еду. Давай. Только не пропадай. Хорошо. Давай пока. Спасибо, что подвезли. Подожди, подожди. Сереж, выйди, пожалуйста, на минуточку. Ну, что твой? Устроился? Уже неделя прошла, как уехал. Не знаю. Что не звонит, не пишет. Ну, что это не удивительно. Что от него еще можно ожидать. Нашел себе кого-нибудь, небось, на новом месте. Ты-то как? Нормально. Живу, работаю. Угу. Что-то я не слышу бодрости в голосе. У Алексея затасковала. Да брось ты. Погашенный лотерейный билет. Пройденный этап. Все. Да, я понимаю. Понимаешь? А раз понимаешь, выкинь его из головы. Выкинь. Ты молодая, красивая. Тебе совершенно другой мужчину нужен. Надежный, воспитанный, интеллигентный. Это вы о ком? О ком? Да хотя бы о Феликсе. А что, о чем он тебе не пара? Он, кажется, в тебя влюблен был. Теть Вик. Ага. До свидания. Я никогда не смогу простить тебе этого. Ты разрушил нашу семью. Ты убил нашу любовь. Это папа звонит? Нет, номером ошиблись. Я хочу доказать, что у меня никого нет, кроме тебя. Хватит. Я хочу, чтобы ты ушел. Заяц, можешь вниз бегать к ящикам, проверить почту, что ты кританцы давно не приносил? Уходи. Хорошо, мам. Спасибо. Но пройдет время, ты узнаешь, что я ни в чем не виноват. Но будет поздно. Тебе сейчас бурлят эмоции, но они пройдут, но меня уже не будет. Уходи. Уходи. Мам, письмо от папы. Что? Дай сюда. Ну, открывай. Ты уроки сделала? Иди к себе в комнату. Мам, я хочу узнать, что пишет папа. Оксана, пожалуйста, иди к себе в комнату. Мам. 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 Все в порядке. Ага. Заходи. Угу. Спасибо. Ух, в какой-то препарате. Ну да. Это тебе. Спасибо. Знаешь, Катя, я не просто так пришел. Да мог бы и просто так прийти. Ты, пожалуйста, меня не перебивай. Катя, я знаю, что ты сейчас одна. Вернее, не совсем одна, вы вдвоем с дочерью, но вам сейчас очень тяжело и… Господи, Феликс, давай без вступлений. Мы же уже тысячу лет знакомы. Угу. Ты пришел мне делать предложение? Ну да. Я этого ожидала. Ну так, что скажешь? Я не готова. А, я все понимаю, да. Еще слишком мало времени прошло, и надо подождать, пока все не уляжется, да? Ну, вряд ли это все уляжется. Ага. Кать, ты… Ты хочешь одна быть и… Господи, Феликс, мне только сегодня все уши на эту тему прожужжала тетя. Теперь и ты туда же. Я просто хочу, чтобы меня все оставили в покое. Угу. Ты, значит, отказываешь. Извини, если разочаровала. Да нет, нет. Тебе спасибо за откровенность. Я… Я тогда пойду. До свидания. До свидания. Давай. Спокойной ночи. Мам, я знаю, почему ты прогнала отец Феликса. Я его не прогоняла. Ты что, подслушивала? Ты любишь папу. Тебе жалко, что он уехал. Оксана, хватит болтать. Давай, спи. Я знаю, любишь. Только признаваться не хочешь. Спокойной ночи. Спокойной. แGE. Субтитры создавал DimaTorzok Мам, можно к тебе? Феликс? А чего ты здесь? Ты тоже на работе. А который час? Одиннадцать. Надо же, засиделась. Ну, я-то понятна, мне нужно кучу документации финансовой проверить. А то мои клуши из бухгалтерии там напортачили. А ты чего полуночничаешь? Да так, не спится. У нее был. Был, мам. И она тебя отшила. Стерва. Просто стерва. Ну, что ей еще-то надо? Что? Не что, мам. А кто? Леша. По Леше она таскует. Она с ним в разводе. Он от нее в горы сбежал. Мам, я видел у нее на столе письмо. Они общаются. Может, даже помирились. Вот поэтому она меня и, как ты говоришь, отшила. А я тебе говорила. Действуй. Ну, так аккуратно. Ты знаешь, ты права. Я к нему съезжу. Куда? В горы? Да, в горы. Я видел адрес. На конверте. Я с ним... Я с ним поговорю по-мужски. Только без драки. А вот эта, мам, как получится. Да ладно. Что, серьезно? Ну, да. Да не, ну не может быть. Слушай, ну сколько мы здесь? Она только приехала. И что, так сразу, да? Ну, да. Обалдеть. Держи. Да, как обычно. Ребят, слышали? Что? Вчера на южном склоне обвал был. Тоже мне обвал. Два камешка скатилось. А Зиновьева Алексеевна найти. Здрасте. Вчера два камешка. Там столько всего понависало. Да ладно, хорош каркать. Все нормально будет. А это что за хлыщ чашет? А это ко мне поговорить, наверное, приехал. Лех, ну ты свисти, если что. Мы тут рядом. Ты что приехал? А то ты не понимаешь. Отставь Катю в покое. Да вроде оставил же. Документы о разводе показать. Я знаю, что ты ей письма пишешь. Она тебе сюда подослала, чтобы ты со мной беседу провел. Послушай, имей мужество. Все? Отойди в сторону. Чтобы тебе место уступить. Да понимай, как знаешь. Только ей со мной лучше будет. Это ты так решил. Я ее люблю. По-настоящему люблю. Для меня других женщин не существует. А ты, ты ее предал. А ну прекратить. Вы кто такой будете? Мой знакомый. Хорошего знакомого сразу видно. Топали бы вы отсюда. А ты, Зиновьев, сегодня за провянтом поедешь. Пошли, ребята. Пошли, пошли. Нечего глазеть. С Дома. Мы не договорили. Договорили. Да, дела у нашей фирмы Труба. Ты посмотри на эти показатели. Плакать хочется. Обанкротится наша фирма. Как пить дать. И выгонит нас с тобой Катя в три шеи. Ты меня слышишь? Что? Опять об Алешке думаешь? Уже жалеешь, что дров наломала? Ничего я не думаю. Не сочиняй. Ну как не думаю. У тебя на лице написано. Что я слепая? Что сделано, то сделано. Катя, да еще все можно исправить. Не сгинул уже твой Алешка, в конце-то концов. Да. Что случилось? Кать? Сказали, что Алеша пропал. В горах с селевым потоком накрыло. А вот как оно вышло. Всего неделю с нами проработал. Толковый мужик был. Даже привыкнуть к нему успели. Почему был? Он же мог выжить. Уцелив в такой ситуации, очень мощный сход был. Как это произошло? Он за продуктами поехал с ним. С ним два напарника были. Олег Воронин и Костя Шатов. Возвращались уже по темному. Ну, где-то на подъезде их и накрыло. Так что... Троих недосчитались. А спасатели их вызывали? Само собой. Вот только там такая каша. Серпентину очень крутой был. Если машину потоком снесло с дороги. Если его дойдут, мне сообщат? Должны. Да я сам вам первый позвоню. Вы извините. Мне пора. Да, конечно. Не провожайте. Да, кстати. Это его вещи. До свидания. До свидания. Мам, смотри, ищи письма. Что он пишет? Он пишет, что сильно Сеня нас любит. И хочет скорее нас увидеть. Ты что, плачешь? Нет, все хорошо. Все хорошо. Ты же не веришь, что папа умер? Он обязательно вернется. Обязательно вернется. Да, 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 я поняла. В случае чего, можете звонить мне прямо напрямую. Угу, спасибо. Ну, что они сказали? Да ничего утешительного. Нашли ту самую машину. Ну, в общем, то, что от нее осталось. Груда металла. А людей нашли? Пока нет. Но машина лежала под обрывом, на камнях. Я разговаривала со специалистом, и он сказал, что шансов на благополучный сход минимум. Если их не нашли мертвыми, значит, они живы. Ну, Катерина, я поражаюсь твоему упрямству. И потом. Он же тебя предал. Спасибо, тетя Вика. Я пойду. Да. Да. Екатерина Зиновьева? Да. К нам только что доставили пациента, он из геологов, тех, что под оползень попали. Да. Он хотел вас видеть, если вы подъедете. Да, конечно, я подъеду. Я вам эсэмэска сброшу точный адрес, город, клиника. Вот только добираться неудобно. Это неважно, я доберусь. Алло, Наденька, привет. Ты дома? Надь, у меня к тебе огромная просьба. Привет. Привет. Заходи. Побудешь у тети Нади, пока я съезжу, хорошо? А ты сегодня вернешься? Зайка, нет. Это не так близко. Скорее всего, завтра, если все будет хорошо. Оксанка, беги на кухню, поможешь мне обед готовить. Угу. Пока, мам. Давай, я буду скучать по тебе. Пока. Пока. Неужели Алешка объявился? Надь, врач сказал, что это геолог, и он хочет меня видеть. Ну, кто, если не он? Ну, езжай быстрее. Повезет же, если и вправду Алешка. Буду вам звонить, чтоб вы не волновались. С Богом. Спасибо. Спасибо тебе. Береги себя. Оксан, кто он? Не знаю, но можно сказать, что рубашки родился. Несколько трещин в костях, небольшое переохлаждение, ну, это все ерунда. Он всегда был везучим. Вот его палата, пожалуйста. А вы точно такая, как на фотографии? Это не Алеша, это кто? Я думал, вы знакомы. Вы кто вы, откуда меня знаете? Я Костя Шатов, друг Алексея. Мы вместе работали в горах. Он часто о вас рассказывал и телефон дал. Мало ли, в горах опасно. Ладно, не буду вам мешать. А где Алеша? Что с ним? Вы же были в одной машине? Да. Из машины мы выпрыгнули. Видели, как ее потом потоком в обрыв снесло. Да и самих крепко зацепило. Особенно Олега. Ему вообще здорово досталось. Еле шел. А нам еще сверхотуры спускаться. А там дорогу завалило. Пришлось напрямик пробираться. Леша раньше занимался альпинизмом. Вот он нас и вел. Олега к себе ремню привязал для страховки. И тут нам этот уступ попался, чтоб его. Уступ? Да у нас и карты-то не было. Шли наугад. Леха с Олегом первые спускаться начали. А там стена почти отвесная. Я буквально на секунду отвлекся, слышу крик. В пропасть заглянул, а их уже нет. Они разбились? Да там внизу такая каша после потока. Грязь, песок, вода, камни. Вот они туда и упали. То есть, может, они все-таки выбрались? Вряд ли. Да я сам еле спустился. Руки, ноги так дрожали. Внизу на камне вот что нашел. Наверное, выпал у Лехи. Я эту игрушку и раньше у него видел. Он говорил это о дочери. Привет. Любил он ее очень. И вас тоже. Простите, Костя. Значит, папы нет? Это точно? Да, спасатели обследовали это место. И там настоящая трясина. Спастись было нельзя. Мам, а если бы папа был жив? И если бы вернулся, ты бы его простила? Ты моя девочка. Кать, ну ты должна держаться. Хотя бы ради дочки. Я понимаю, Надь, но я до сих пор не могу в это поверить. Леша погиб? Это так? Да. Это ты его убила. Послушайте, если бы не ты, он бы не поехал в эти свои чертовы горы. Какая же ты гадина. Вот чокнутая. Это она? Она права. Это я убила Лешу. Не слушай ее. Это из-за нее все началось. А из-за меня все закончилось. Это я его убила. Понимаешь? Катя, ты ни в чем не виновата. Да, тетя Вика. Хорошо. Что она от тебя хочет? Не знаю. Просила зайти. Катерина, я в курсе твоего положения. Оно сложное. Твой бывший муж погиб. Алименты выплачивать некому. Ну, а зарплата у тебя, прямо скажем, не министерская. Ничего, я справлюсь. Не упрямься. Я хочу предложить тебе помощь. По-родственному. Мои доходы это позволяют. Каждый месяц я буду выплачивать тебе некоторую сумму. Взаймы. Почему взаймы? Вспомни, я всегда делала все, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Да, тетя Вика, я это помню и никогда не забуду. Но сейчас мне ваша помощь не нужна. И, надеюсь, в дальнейшем тоже не понадобится. Ну, я не понимаю, почему ты отказываешься? И вообще, что это за тон? Я что, тебя о чем-то оскорбила? А разве не вы все время хотели, чтобы я ушла от мужа? Разве не вы меня настраивали против него? Просили, чтобы я развелась? Нет, ну вот это номер. То есть, это я. Я виновата в том, что вы разошлись. Я виновата в этом. Ну, милая моя, милая моя, не надо. Ты сама, ты сама все решила. И потом, пожалуйста, не имей такой привычки перекладывать свою ответственность на других. Я знаю, в чем виновата я. Да, я разозлилась. Да, меня переклинило. Но это вы меня к этому потолкнули. Ты попридержи язык, а вы рот затыкайте своим подчиненным. Пусть они трясутся, а мне плевать. Неблагодарная хамка. Екатерина Михайловна, надо сдать деньги на питание за следующий месяц. Если вы, конечно, хотите, чтобы Оксана продолжала ходить в школьную столовую. Да, конечно. Как же без питания. Вы знаете, у меня сейчас с собой денег мало. Может быть, я завтра заплачу? Да, конечно, но только не тяните. Надо сдать до конца месяца. Да, конечно, я заплачу. Я понимаю, вам сейчас тяжело в моральном и в финансовом плане. Я слышала, папа погиб, Оксана. Да, так и есть. Сочувствую вам. Могу только посоветовать, обратитесь в социальные службы. Пусть вашу семью признают малоимущей. Правда, пособие мизерное и ждать долго, пока оформят. Но что делать? Спасибо за совет. Мама, я все. Молодец. Ну, до свидания. До свидания, Кристина Георгиевна. До свидания. Молодец. Алло, Надюш, привет. А ты не могла бы мне немного денег занять? Да, я знаю, что скоро расчет, но мне сейчас надо… Да, я понимаю. Нет-нет, ничего, я не обиделась. Нет. Ладно, извини. Угу. Мам? Мам, у меня сапаки порвались. В школе уже смеются все. Мы обязательно купим. Оксан, побудь, пожалуйста, дома. Мне нужно кое-куда сходить. Я скоро вернусь. Хорошо? Куда ты? Я с тобой. Нет, я одна. Можешь телевизор посмотреть. Паша, здравствуй. Я к тебе. Честно говоря, не ждал. Паша, выручаю. Можешь хоть сколько-нибудь занять. У нас фирма закрывается, я без работы, и надолго или нет, непонятно. А жить надо на что-то. А что, больше одолжить не у кого? У подруги тоже нет. А у тетки я ничего просить не буду. Понятно. Но вы же дружили с Лешей. Помоги. С Лехой, да. Он моим лучшим другом был. А ты? Ты его из квартиры выгнала, как собаку. Дочь у него забрала. Паша. Что, Паша? Ты мужика со света жила, а он тебя любил. Он готов был ради тебя в лепешку разбиться. Да так и вышло. Думаешь, я не знаю? Думаешь, я ни разу себя за это не винила? Поздно винить. Леху уже не вернуть. Я тебе ничего не дам. Проваливай. Паш, подожди. У себя? Да, у себя. Ого-го. Виктория Петровна, здравствуйте. Любопытствуете, куда казенные денежки уходят? Здравствуйте. Положение обязывает Изнаида Витальевна. Прошу. Угу. Угу. Привет. Привет. Присаживайся. Клиника у вас крупная, финансирование солидное. Ну, а проверочками-то я тебя и так не сильно обременяю. Да, что верно, то верно. Ну, а насчет финансирования добавить почуток. Не слишком жирно будет? Нет. Ага. Ну, ты же знаешь, операционную нужно отремонтировать. Оборудование поизносилось, в палатах окна поменять, а туалеты, говорить нечего. Ну, не знаю, не знаю. Будем смотреть, изыскивать резервы. Ты мне лучше вот что скажи. Твой Феликс, небось, про Катерину то и думать забыл. Ну, почему забыл? Каждый день вспоминает, прям с утра вздыхает. И это после того, как она ему отлуп дала. Ага. Ну, слушай, ну, когда это было? При живом мужа, хоть и бывшем. Теперь совсем другое дело. И ты знаешь, думается мне, что спесь у нее поубавилась. Катя. Ага. 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 Позырьследовательство. Ага. Есть. Ложащина. Стал случаевouseедована. В challenged BTN, неверно отдыхает угольный университетный данный difficulty. Все хорошо. Феликс, просто я сама во всем виновата. Тихо, тихо, тихо. Это я сгубила Лешу. Работу потеряла. Осталось теперь только от голода сдохнуть. И это, это будет справедливо. Подожди, как? Нет работы? Да, ну теперь мне уже все равно. Так, Катюш, давай садись в машину. Но здесь не очень удобное место для разговоров. Тихо, Алексей, я никуда не хочу ехать. Зачем? Затем, что у тебя дома, наверное, шаром покати. О себе не заботишься, так хоть о ребенке подумай. Давай, вставай, пойдем. Пошли. Пошли, пошли. Так, давай-ка, открывай холодильник, сейчас будем выгружать. Только тиша, Оксана спит. А, хорошо. Так, картина ясная. В холодильнике мышь повесилась. Ну-ка, давай-давай, помогай. Феликс, мне очень неудобно. Скажи мне, у тебя счета за квартиру оплачены? Если нет, давай их сюда, я завтра оплачу. Феликс, это уже лишнее. Спасибо тебе, но я как-нибудь сама. Так, Кать, возражения не принимаются. Тебе неудобно, говоришь, а мне, между прочим, обидно. Почему? Обидно. Ну как, сидишь тут одна, без денег, без еды, а мне даже не позвонила. Я думал, мы с тобой друзья, оказывается, мы враги. Ну, с чего ты взял? Ну, почему я обо всем узнаю последнее? Ну, я просто не хотела тебя беспокоить. Кать, послушай, я хочу, чтоб ты знала, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Всегда. Давай я ужин приготовлю. Поужинаешь? Да. Нет. Получается, как продукты привез, и сам же их и съем. Нет, ты уже давай, корми ребенка, а я побежал. И, Кать, счета, счета. Ой, держи, это тебе. Все. А я сказала докрасить сегодня. Мам. У меня от вашей краски весь персонал задыхается. И старушка в обморок вчера упала. Так что, если не докрасите сегодня все, меняю бригаду. Денег не плачу. Все. Мам, я вчера был у Кати. Она сейчас без работы, фирма закрылась. Ты говорила, что у нас есть вакансия в клинике, в бухгалтерии. Давай ее возьмем. Она специалист хороший, не подведет. Что? Молодец. И чем же я заслужил такие комплименты? Молодец, что заботишься. Да, в этой ситуации ты правильно себя ведешь. Теперь она от тебя никуда не денется. Мам, подожди. Ты думаешь, я делаю это для того, чтобы... Да, да, да. Именно так я и думаю. Мама. Ну, вообще-то, я ей, конечно, не позавидуешь. Такая неприятность и с мужем, и с работой. Но в данной ситуации тебе грех этим не воспользоваться. Мама, да не собираюсь я ничем пользоваться. Я просто хотел помочь по старой дружбе, вот и все. Ладно, ладно, не кипятись. По дружбе, значит, по дружбе. Поможем. Поможем. Так, хорошо, мам. Спасибо. Спасибо. Я побежал. Оксана, а как тебе дядя Феликс? Мне не нравится, как он на тебя смотрит. А как он на меня смотрит? Так смотрел только папа. Много, ты понимаешь? Да. Привет. Ты дома? Я сейчас за тобой заеду. Да, дома. А куда мы поедем? Увидишь. Давай-ка ты собирайся, а я минут через десять приеду. Хорошо. Это он, тетя Феликс? Оксана, мне нужно отъехать ненадолго. Побудешь дома одна? Угу. Умничка. А я приеду, все проверю. Прошу. Вот, собственно, твой рабочий кабинет. У меня еще никогда не было персонального кабинета. А, комнатенка, конечно, тесновата, но это все на первое время. Мне и так все очень нравится. Значит так, пиши заявление, и с завтрашнего дня можешь приступать к работе. С матерью я договорился. Феликс, ты так много для меня делаешь, я даже не знаю, как тебя благодарить. Кать, мне благодарности не нужны. Главное, чтобы у тебя все было в порядке. Пойдем, я покажу тебе клинику. Пойдем. Сюда. Угу. Значит, можно тебя поздравить с новой работой? Ну, вроде того. Класс. Очень рада за тебя. А я все рассылаю резюме, бегаю по собеседованиям, толку ноль. Слушай, а может там у вас в клинике еще одного человечка возьмут? Давай я спрошу у Феликса, но там у них вроде все под завязку. Какой же Феликс молодец. Другой бы обиделся. В бутылку бы полез после того, как ты его отшила. А этот вон как. Ну, да, он хороший. Катя, конечно, не хочу лезть не в свое дело, но ты бы к нему присмотрелась, а? Благородный, надежный, симпатичный. Любит тебя. Надь, ну ты прямо как моя тетка. Вы рекламируете его, как какой-нибудь товар из супермаркета. Да. Ну, неужели непонятно, что он не сможет заменить мне Лешу? Так кто же говорит про замену? Другой человек, другая жизнь. А вдруг она еще лучше прежней будет? О, тетка твоя. Легка на помине. Здрасте. Зайдешь? Не-не, я побежала, там у меня еще собеседование в конторе. Все, пока. Удачи. Спасибо, Катюш. Привет. Здравствуйте. Я смотрю, ты не особенно рада меня видеть. Ну что, в дом пригласишь? Или мы так и будем на улице торчать? Пойдемте. Вы опять насчет Феликса? Я знаю. Я знаю, что это он устроил тебя в клинику и всячески тебе помогает. Я думаю, ты должна это оценить. Мне выйти за него замуж в знак благодарности? Феликс очень талантливый медик. У него великолепное будущее. Ну, опять реклама началась. Я и Зинаида Витальевна будем тебе помогать. Интересно, как? Ну, например, я могла бы по своим каналам выбить для Феликса, как очень одаренного и перспективного специалиста, новую квартиру. Большую, просторную, в центре. Ты с Оксаной туда переедешь. Мне кажется, вам там будет удобнее. Тетя Вик, я не собираюсь отсюда никуда переезжать. Почему? Не такие уж хоромы, чтобы за них цепляться. Это Лешина квартира. Опять? Ну, сколько можно? Ну, сколько можно? Ну, нет, Алексея, ну, нет. Он умер. Все, хватит. Забудь. Не могу. Ну, в общем, я все сказала. Очень надеюсь, что ты меня услышала. И очень верю в твое благоразумие. Ну, как сегодня у тебя дела? Тебя спрашивали? Что-то получилось. Оксаночка, солнышко, я хочу с тобой серьезно поговорить. Ты же знаешь, как нам сейчас одним без папы сложно. Я все время о нем думаю. Но ты же понимаешь, что его больше нет. Я не хочу об этом думать. Не хочу. Зайка, я же тебя не уговариваю. Просто я с тобой советуюсь. Вот, например, дядя Феликс. Нет. Я не хочу, чтобы он жил с нами. Никогда. Оксана, 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 подожди. Оксана! Перевязочные материалы? Да вы что, с ума там все посходили? Быстро привезите со склада. Через час приду, проверю. Сама лично. Зинаида Витальевна, помогите, пожалуйста. Что случилось? На тебе лица нет. Оксаночка, ее только что машина сбила. Где она? Скорая увезла в седьмую городскую больницу. И сделайте что-нибудь. Они мне ничего не говорят. Я ничего не знаю. Сейчас, успокойся. Я Феликсу звоню. Он только с работы едет. Алло, Феликс? Да, мам. Тут у нас беда приключилась. Оксаночка в ДТП попала. Кажется, что-то серьезное. Приедешь? Катя, у тебя? Дай ей трубку. Возьми. Катя. Держись. Я скоро приеду. Феликс, помоги мне, пожалуйста. Держись, мы все решим. Давай. Алло, Феликс, ты когда будешь? Мам, договорись, пожалуйста, чтобы девочку перевели в нашу клинику. Под мою ответственность. Я скоро буду. Да-да, обязательно. Ждем. Ну, все, сейчас приедет. Все будет хорошо. Садись. Водички тебе. Сядь. Я ее осмотрел. Все будет в порядке. Она выживет. Выживет. И будет здорова, как раньше. Только нужна срочная операция. Феликс, я тебя умоляю, спаси. Продолжение следует. Привет. Привет. Ну, как ты себя чувствуешь? Мам. Тихо, тихо, тихо. Ничего не говори, просто закрой глазки. Если все хорошо. Так, умница. Сейчас маму позову. Катя, иди сюда. Как она? Все хорошо, все в порядке, поправится. Мама. Тихо, 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 тихо. Не надо, не надо. И сейчас нужно отдохнуть. Я должна быть здесь. Не переживай, не беспокойся, я буду рядом с вами. Мама. Мама, можно к тебе? О, Феликс, ну ты виртуоз. Можно считать, что ребенка с того света вытащил. Да уж. Пришлось повозиться. Ну, в общем-то, ничего сверхординарного. Ну, не скромничай. Кто в нашем городе мог бы еще такую операцию сделать? Устал как черт. Особенно, если учесть, что сутки не спал на дежурстве. Ну, отдыхай, отдыхай. Еще двое суток, следующим можешь отдыхать. Нет, нет, надо наблюдать за Оксанкой. Надо следить за динамикой. Ну, что ты? Мам, мне скучно тут. Уже три недели прошло, я домой хочу. Знаешь, я сегодня разговаривала с дядей Феликсом и упросила его тебя сегодня выписать. Правда? Будешь дома долечиваться. Но было бы неплохо, если бы он за тобой приглядывал, хотя бы первое время. Оксан, ну, не будь букой. Дядя Феликс тебя спас. Если бы не он... С нами он жить не будет. Об этом и речи нет, я тоже так не смогу. Но, может, ты ему позволишь иногда нас навещать, чтобы он проверял, как ты поправляешься. Хорошо? Ну, вот и договорились. Так, опа, ну, с возвращением. Так, осторожно. Вот, держи. Смотри, больше не попадай под машины. Так, ну что, до завтра. А ты что, домой? Ну, если пригласишь попить чайку, то я не откажусь. Тебе что, отдельное приглашение надо? Ты же сказал, мы просто друзья. А друзья могут заходить без спроса. Катя, мне важно знать, что ты не чувствуешь себя обязанной. Конечно, нет. Я просто подумала и поняла, что ты прав. Я не хочу больше жить тем, чего нет. Это хорошо. Это хорошо, что ты это поняла. Поэтому можешь приходить к нам, когда захочешь. Ну, вот и замечательно. Получается, что напросился. Пойдёмте. Пошли. Это по какому же случаю? Ой, боюсь глазить, боюсь глазить. Но, возможно, скоро сбудется наша с тобой мечта. Да ты что? Да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Феликса вижу только на работе. Ага. Каждый день он бывает в гостях у твоей племянницы. Так. Думаю, скоро съедутся. Ну, это ещё не факт? Ну, конечно. Не всё так быстро. Нужно друг к другу привыкнуть. Осмотреться. Ну, а до ЗАГСа мы с тобой доведём. Ну, так всё. Так что, моя дорогая, Викусенька, без пяти минут мы родня. И я на правах родственницы. Так. Хочу попросить тебя уделить особое внимание моей клинике. Я очень, очень на тебя рассчитываю. Ух ты, зараза. Да, это да. Ну, ладно, что, давай обсудим. Старая дружба не стареет. Открывай. Открывай. А я за бокальчиками. Давай. Так. – Привет. – Привет. Оксаночка, посмотри, что тебе дядя Феликс принёс. Оксана, привет. Вот это. Это тебе. Нравится? Да. Ты чего? Это подарок. Оксан, давай открывать. Оксан, ты чего, Оксан, не нравится, что ли? Я ужин приготовила, поешь? Ну, а что случилось? Вот хочу с Оксанкой контакт наладить, и как-то чего-то не получается. Ты не расстраивайся, но такой у неё характер. Она на меня, как на врага смотрит, а я же ей ничего плохого не сделал. Феликс, ты всё делаешь правильно, ну, просто пойми, она потеряла отца. И видеть другого мужчину в доме, ну, ей тяжело. Да, я всё понимаю, Катя, всё понимаю. Я просто как лучше хочу. Наберись терпения, она привыкнет. Угу. Ужинать ты точно не будешь? Нет, 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 нет. Ты, тогда извини, я просто с подругой договорилась встретиться. А, да-да-да-да, да-да-да, я только на минутку заскочил, вот, мне пора уже. Извини. Да, давай, я провожу. Все, я побежал. Давай, я провожу. До свидания. Угу. Угу. – Привет. – Привет. Ну, раздевайся. Ну, раздевайся. Что такое? Ты с Феликсом поссорилась? Нет, я только что видела. Да нет, бред какой-то. Что ты видела? Ну, вот, мне показалось, будто я сейчас на улице, я видела, как Леша идет. Да ну, нет, сейчас я понимаю, что это просто померещилось, похоже, человек. Но вот на секунду мне действительно показалось, что это Леша. Это все потому, что ты очень много о нем думаешь, да, не хочешь отпускать, не смейся. Я смотрела одну передачу, и там один экстрасенс говорил, что душу умершего нужно от себя отпустить. Иначе она будет маяться, и ты тоже. Давай, пожалуйста. А, ну, давай. Надь, у тебя есть что-нибудь выпить? Есть. Идем. Мама, звала? Мама, звала? Звала. На, ознакомься. Это что такое? Это приказ о твоем назначении моим замом. Только что подписала. Мама, ну, как? Ты б хоть предупредила и… Я тебя предупреждала. Месяца два назад забыл? Мам, я, честно говоря, не готов. Надо как-то все обдумать и… Я уже обдумала. С Катей скоро отношения наладятся. С семьей обзаведешься. Прибавка к зарплате не помешает. Мам, послушай, мам. Не конюч. Завтра принимаешь дела. Все, свободен. Хорошо. Да? Можно? О, Феликс. Привет. Привет. Представляешь, матушка моя учудила. Назначила меня своим заместителем. Да ты что? Мои поздравления. Спасибо, да. Но, честно говоря, голова кругом. Я ведь в этих бумагах ничего не понимаю. Да все у тебя получится. Ты же способный. Да, спасибо. Но раз так вышло, ведь надо же принимать удары судьбы. Согласна. Вот. По этому поводу я приглашаю тебя сегодня вечером в ресторан. В ресторан? Да. Посидим, отдохнем. Мы ведь никуда не выбирались, а тут есть, что отметить. Ты как? Согласна? Ну, если ты так хочешь, давай, конечно, сходим. Спасибо. Вот. Пожалуйста. Спасибо. Кать, то, что я сейчас скажу, ты и так знаешь, я говорил тебе, да, давно, когда мы были молодые. Послушай, что это? Ты и сейчас молодая. Ну, и ты не старик. Да, 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 да. Просто я совершенно не то хотел сказать, и... Катя, я... Я говорил, это тебе лет десять тому назад. Господи, как время летит. В общем, Катя, я... Я хочу сказать, я... Я тебя люблю. Что такое? Феликс, посмотри. Что? Ничего мне показалось. Что случилось? Что с тобой? Ты вся дрожишь. Феликс, пожалуйста, давай уедем отсюда. Как? Прямо сейчас? Пожалуйста, давай. Прямо сейчас. Хорошо, хорошо. Секундочку. Все в порядке. Все хорошо. Я заплачу. Катя. Я не понимаю, что со мной творится. Я везде вижу Лешу. На улице. Вот сейчас, в ресторане. Я никого не видел. Мне уже объяснили, что это глюки. Ну, что нельзя постоянно думать о том, кого уже нет. Видишь ты. Все понимаешь. И делаешь правильные выводы. Ну, только это не помогает. Я не могу себя заставить о нем не думать. Не могу. А знаешь, Катя, надо, надо отдохнуть. Надо съездить куда-нибудь. Я попрошу матери отпуск на две недели. А лучше на три. Съездим куда-нибудь. Отдохнем. Развеешься. Успокоишься. Съездим куда-нибудь. Ну, да. Съездим. Втрою. Я, ты, Оксанка. Я подумаю. Спасибо за вечер. Пока. Тебе спасибо. Пока. Давай вечером заедем в маме. Зачем? Кать, ты только не отказывайся сразу. Я действительно хочу тебе помочь. Мама тоже хочет помочь. Может быть, даст какой-нибудь совет, как избавиться от этих навязчивых мыслей. Вот и все. Алеша? Что такое? Алеша! Тише, тише, тише. Катя, 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 подожди. Что случилось? Леша, ты что, не видишь? Садись в машину. Садись. Вставай быстрее, он уедет. Ай, господи. Дмитрий. Садись в Пинадоле. Садись в Пинадоле. Садись. Продолжение следует... Выходит, в те разы тоже? Выпей. Это успокоительное. Феликс, что со мной происходит? Я уже сказал, ты перенервничала, устала. Я просто сама скажу, что дальше будет. Все будет в порядке. Перестань себя мучить, и все будет хорошо. Все наладится. Ты сейчас куда? Надо вернуться в клинику. Все никак не могу разобраться с этой проклятой документацией. Честное слово, со скальпелем в операционной легче было. Что такое? Опять? А я тоже не сижу на месте. Вот. Что это? Билеты на море. Да, заказал по интернету. Через две недели выезжаем. Когда ты все успеваешь. Ну, вот так. Пусть у тебя пока побудут. Спасибо. Ну, пока. Пока. Алло, Костя. Это Катя Зиновьева. А я хотела спросить, а где произошел этот несчастный случай с Лешей? Странные у нас с тобой какие-то отношения. Не. Прихожу к тебе домой, как в столовую. Что, у мамы вкуснее? Да нет, почему я? Я просто о другом хотел сказать. Вот. Ну что, я тогда домой? Оставь. Я сама уберу. Поставь. Катя, что-то случилось? Нет. Все в порядке. А кто это тут не спит? А ну, ложись скорее. Мам, а ты правда видела папу? Ты о чем? Ну, я слышала. Ты разговаривала с дядей Феликсом. Он говорит, что все это выдумки. Да, Зайка, это выдумки. Папы больше нет и никогда не будет. Ложись спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А я думаю, это правда. Что? Ты видела папу. Он живой. Катя, что-то опять не так. С чего ты взял? Ну, я же вижу. Сидишь, как на иголках. Да, ты прав. Вот. Возьми. Зачем? Мы же договорились, что они побудут у тебя. Феликс, их надо сдать. Я никуда не поеду. Если хочешь, езжай один. Катя, в чем дело? Я должна поехать туда. В горы, где Леша. Горы? Ну, что ты хочешь там найти? Спасатели сказали, что... Я знаю. Я все знаю. Но я должна сама. Катя, послушай. Катюша. Катю... Куда ты хочешь ехать? Туда, где пропал Леша. Да не пропал. А погиб. Об этом все газеты писали. Это официальная информация. В газетах могут писать все, что угодно. А я наконец-то поняла, что со мной происходит. Откуда все эти видения? Ты больна. У тебя нервы расстроены. В этом причина. Я не видела Лешины могилы. Ой, все же. Ой, ну какая могила, ну какая могила, ну? Ну тебе же сказали, тело найти невозможно. Тетя Вик, я должна туда поехать, увидеть это место. Вот тогда все эти кошмары прекратятся. Дедочка, ты всерьез? Да. И можете меня не отговаривать. Я все равно поеду. Нет, ну это безумие. Это безумие. Вот я так и знала, что вы это скажете. Тетя Вик, вы за Оксаной сможете присмотреть, пока меня не будет? Ну, естественно. И ты согласился ее отпустить? Мам, я ее одну не отпущу. Я поеду с ней. Что? Мама, ну, если я ей запрещу. Она ж все равно сделает по-своему. Значит, вы хотите поехать, черт тебе куда, чтобы там скакать по горам. Ты хоть слышишь, что ты говоришь? Вот именно, мам. Если она поедет туда одна, она обязательно себе шею сломает. А так я буду рядом. Ну и смысл. Если ее этот бывший остался жив, он давно бы уже объявился. А так вы даже трупа не найдете. Вот чем быстрее Катя в этом убедится, тем лучше. Она посмотрит на эту пропасть. Она поймет, что шансов никаких не было. И, возможно, она успокоится. Вы оба ненормальные. Катя, ты не передумала? А что, похоже? Да нет, просто так, на всякий случай спросил. Феликс, это мое личное дело. И, в принципе, ты не обязан мне помогать. Садись в машину. Садись. Надо засветло доехать до этих плушков. Вот. И насколько вы можете сдать нам эти апартаменты? Как скажете. Да насколько хотите. Мы с мужем все равно живем в другом доме. А этот дом родительский. А они уже померли. Сюда, наверное, редко кто-то приезжает. Деревня-то, а что сюда ехать? Горы, речек нет никаких. Рыбалки, стало быть, нет. В лесу одни. Волки. Да, глушь самая настоящая. Да вы проходите. Будем смотреть апартаменты. Господи. Да, осторожно, порожек. Не прибрано. Да, такое дело. Ну вот, чем богаты, тем и рады. Да уж, обстановочка, конечно, спартанская. Да вы лучше не найдете. У нас 15 домов, и там похужее будет, чем здесь. Скажите, а тут недалеко от вас, в горах, стоянка геологов. Ага. И около месяца назад там люди пропали. Знаете, я чью-то край муха слышала, но меня здесь не было. Я была в городе у сестры, и... Надо своим позвонить. Да, скажи, что мы добрались. Черт. Нет сети. Мобильные забудьте. Нас всего ничего людей здесь в деревне. Ради нас не стали вышку налаживать. А как, как же? У меня дочка в городе. А вы, если хотите позвонить, вы ко мне приходите. Я на почте работаю. Вот, там есть телефон. Правда, связь не всегда есть. Иногда провода ветер срывает. Спасибо за совет, спасибо. Да. Ну что ж, кухня за стеной. Там все есть. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. А я пойду. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Прохладно. С чего собираешься начать? Хочу поговорить с местными. Вдруг они что-то знают. Ага. Ты собиралась посмотреть место, где Лешка погиб? Это в горы надо лезть. Знаешь, я тут подумала, а если вдруг... Ну что, если предположить, что кто-то из них выжил? Он же должен прийти в деревушку. Может, даже и сюда. Я бы на это не рассчитывал. Столько времени прошло. Ладно, я сама все сделаю. А ты сходи на почту, позвони нашим. Они, наверное, уже волнуются. Хорошо. Господи, ты просто мой. В горах тогда, как на войне громыхало. Мы на улицу повыбегали, думали, что наши глушки напрочь снесет. Но бог милостив, прошел мимо. А больше вы ничего не знаете? Ну, может быть, кто-то из геологов потом приходил в деревню. Был один. Только он не сам пришел. Его мужики наши нашли. Аккурат после оползня. А где? Ну, возле гор. Два километра отсели. Ой, такой был весь разодранный. Прям живого места на нем не было. Ну, а куда он подевался? Да в город его увезли. А перед этим наш фельдшер его осмотрел. Акимов. Скажите, пожалуйста, где я могу найти фельдшера? Фельдшера? Да вон он, фельдшерский пункт. Вот туда иди. Спасибо, спасибо. Извините. Тебе спасибо, деточка. Вот здесь я больных и принимаю. Деревня. Никаких условий. А вы помните того человека? А как же. Я ему сам повязку накладывал. А потом в город с попуткой отправил. А кто это был? Геолог. Один из тех, кого оползнем привалило. Ну, а имя? Как его звали? Так не скажу. У меня на имена, фамилии, память неважнецкая. Но если хотите, можно поискать. У меня в картотеке все записано. Да, пожалуйста. Так. Вот оно. Шатов Константин Николаевич. Костя. Так. Все, что удалось добыть. Четыре яйца. Кусок хлеба. Автолавка, оказывается, всего два раза в неделю приезжает. Опа. Я сама сглупила. Костя же говорил, что его нашли недалеко отсюда. А я подумала про Лешу. Давай-ка, поешь. Да не могу, я устала. Надо завтра у местных мясо купить. Если, конечно, удастся. Завтра мы отсюда уедем. Домой? Нет. В ближайшей деревне. Потому что здесь я уже всех опросила. Кать, ты представляешь, какие там дороги? Если они вообще есть. Я представляю. Но мы все равно поедем. Я прошу тебя, поешь. Пожалуйста. Ну, вкусно же. Давай-давай-давай. Черт. Осторожнее. Так. Целый день проездили. И что? Машина на ладо дышит. Да, и результатов ноль. Никто ничего не знает. Да никто и ничего знать не может. Хочешь, я тебя отвезу в эти горы? Сама все увидишь. Только давай уже сделаем это все побыстрее. А ты что, торопишься куда-то? Да я не вижу смысла жить в этой дыре, питаться всякой дрянью, ездить по этим лесам. Так. Мы еще не везде побывали. Есть еще вот на карте пара деревень совсем на отшибе. Ай, господи. А, черт. Что? Сейчас, подожди. Ай, господи. Черт. Что, застряли? Похоже, застряли. Ну, давай потолкнем. Давай, садись за руль. Я попробую толкнуть. Угу. Давай, на раз-два-три. Угу. Давай. Давай. Черт. Давай. Не, сели. Сели. Кажется, на мертво сели. Ну-ка, постой. Еще раз. Так. Вот. Вот влипли-то влипли, а. Ну, связи нет никакой, не позвонить даже, как назло. Тише. Саша, что за кое? Тихо-тихо. Кажется, трактор спалил. Точно. Сейчас. 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 Эй! Эй! Стой! Ага. Бывает. По-самой не хочу. Ничего. Бывает. Сейчас вытянем. Ага. А вы кто? Я Глеб. Здрасте. Тракторист. За дровами вон. Ещем по этой дороге. Повезло вам. Вот. Что, за тросом? Ага. Вытянем? Да, да. Добро. Вот, переночуете у меня, а утром как рассветет, значит, это, дальше двиньтесь. Да, Глушаков, тут недалече. Угу. Глеб, это спасибо вам огромное. Вот возьмите. Да что же, я же от чистого сердца вам, а вы мне бумажки суете. Не надо. Вы извините, тут комфорт, конечно, так себе, я понимаю. Но, всяко лучше, чем на улице. Располагайтесь. Глеб, а вы не знаете, может, кто появлялся здесь из геологов? Ну, вот, которые недавно под оползни попали. Ну, из геологов, не геологов, я не знаю. Вот, аккурат, там, это, месяц назад из леса человек вышел. Из леса? Ну, да. Точнее, его лесник притащил. Дед говорит, а там лежит. Ему лет тридцать на вид, а может, больше. Кто его знает? А, как его зовут? Кто он? Да никто не знает. Человек без рода, без племени. У него что-то с головой. Память отшибло. Может, как раз, когда под камни-то и попал. Подождите, а, Глеб, этот человек, он здесь, в вашей деревне? Да нет, его в город хотели отправить, а он ни в какую. В слезы ударился, плачет. Он как дитя малое, жалко его стало. Ну, а дальше? Ну, говорю, жалко стало его, этот старик местный забрал этот Спиридонов. Вот. Он ему по хозяйству помогает, там хвор сносит, воду таскает, когда надо. А где, где он, недалече? Да отсюда километров тридцать будет. Это тридцать по вашим-то дорогам. Ну, извини, других у нас нет. Вот, держите, это вам. Вы как спать будете? Вместе? А, нет. А, ну, держите. А ты, старик, давай со мной тогда на чердак. Покажу тебе. Ну, я пойду тогда. Спокойной ночи. Спокойной. Да, дали мы с тобой слабину. Надо их оттуда вытаскивать. Как? Как вытаскивать? Твоя племянница любого осла переупрямит. А мой Феликс, он далеко не осел, он теленок. Надо что-то придумать. Надо. Есть у меня одна идея. Так, а ты что здесь делаешь? Ты почему подслушиваешь? Ну-ка, марш спать. Я попить хочу. Попить на кухне и спать. Какая идея? Позже расскажу. Ну, слава Богу, добрались. Феликс, нам надо съездить к этому старику. Зачем? Чтобы посмотреть на умалишенного? Феликс, мне самой страшно в это поверить, но это же может быть Леша. Что за мысль, Кать? Ну, сам подумай. Сначала оползень, потом провалился в пропасть, чудом выжил. Ай, повредился рассудком? Нет, теоретически, конечно, это возможно, но я в это слабо верю. Феликс, я тебя очень прошу. Ради меня. Ну, хорошо, съездим. Ты мне скажи, ты не голодная? Давай-ка я что-нибудь соображу, надо перекусить. Молоко, молоко. Так, оп. Две кружки молока. Вот. Больше ничего нет. Угу. Сегодня приедет автолавка. Ну, если, конечно, она приедет. Феликс, мы не можем ждать, нам нужно выехать пораньше. Угу. Сейчас, попей молочка. Кого там несет? Это я, Раиса. О, телеграмма вам. Что там? Это о тетке. Оксана заболела. Серьезно. Давно получили? Мы только что и бегом к вам. Надо срочно домой ехать. Собирайся. Так. Да когда же уже связь появится? Да брось. Все равно по телефону ничего не узнаешь. Феликс, ну прибавь немного. Дорога плохая, Кать. Мы и так уже на пределе. Кать. Где Оксана? Что с ней? С тобой гнались? А где Феликс? Оксана! Мама! Кушему, девочка моя, что с тобой? Ты приехала, я так соскучилась с тобой. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Я сегодня в школе пятерку получила. Это как понимать? А телеграмма? Может, пройдешь? Поговорим в комнате. Вы что, обманули меня? Ну, скажем так, пошла на некоторую хитрость. А что прикажешь делать? Твое безумное рвение перешло все границы. Вы понимаете, что вы делаете? Вы мне говорите, что Оксана болеет. Я срываюсь с места, все бросаю. По дороге черт знает что думаю, а вы просто шутите так. Катерина, ну не пари горячку. Никто не шутил. Я согласна, способ жестокий, но другого не было. Ты же не желаешь слышать разумные доводы? Все, собирайся. Мы ужаем отсюда. К… К… Куда? К… Катерина, одумайся. Давай быстрее. Катерина! Может, выпьем вина? Да нет. Завтра рано выезжать. Куда? Опять в эту тьму таракань? Ну, я же должна все довести до конца. Проверить. Кать, не едь. Я буду за тебя бояться. Там такие места ты пропадешь. Ну, какие места? Там люди годами живут и ничего. Только не отговаривай меня. У меня зацепка появилась. Неужели ты думаешь, я все брошу? А Феликс? Ну, поговорю. Да он должен меня понять. Мне главное за Оксанку не переживать. За ней не переживай. Поживет у меня. Могла я сразу ее у меня оставить. Спасибо. Не за что. Ты, главное, береги там себя. Ну, а ты меня как на войну провожаешь. Я скоро вернусь. Ну что, поехали? Кать, я не могу поехать. Извини, и тебя не пущу. Все, хватит. И без того грязи нахлебались. Ну, не пустить меня ты не можешь. Я могу делать то, что я захочу. Кать, ну, неужели ты не понимаешь, что ты поступаешь глупо? В конце концов, кто-то должен это остановить. Ты немного на себя берешь? Что вы меня все учите? Кать, успокойся. Я прошу тебя. Я и так пошел тебе навстречу. Мы объехали кучу деревень. Мы никого не нашли. Какие ко мне могут быть претензии? Феликс, у меня к тебе претензий нет. У меня только один вопрос. Ты меня отвезешь или нет? Нет. Я не могу. Я не могу. Мне надо срочно поехать в больницу. Мама попросила. Один из хирургов заболел. Надо подменить. Пациентов много. Ты же вроде больше не оперируешь. Оперирую, когда нужно. Клятву Гиппократа еще никто не отменял. Ну что ж, против клятвы Гиппократа возразить нечего. Катя, ты не веришь мне? Феликс, я поехала. Кать, подожди. Катя! Иди за клятвы Глужкова. Тихо! Тихо! Здрасте, да Глушков! Садитесь. Тихо! 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 Спасибо. Спасибо. Девушка, вам выходить здесь. Спасибо. Здравствуйте. Тебе куда, красавец? Мне в глушке. Далековато. Я заплачу, сколько скажете. Ну ладно, садись. Мне все равно по дороге. Спасибо. А чего забыла в глушках? Глухомания на есть глухомания. Честно говоря, мне еще дальше надо. Я ищу старика по фамилии Спиридонов. Трофимыч, ну пасеку еще держим. Я не знаю про пасеку. Я знаю, что он где-то на отшибе живет. Родственница ему что ли? Да нет, вроде на деревенскую не похожа. Я из города. Мы не знакомы с ним. С загадками все говоришь. И кольца обручального нет. Еще такую кралю, кто за башни берет, а? У меня есть муж. Он просто в городе остался, а кольцо в ремонте. Да ладно, не обижайся. Доставим куда надо. Правда? Привезу тебя к Трофимычу. Места здесь глухие, заблудиться можно. Даже не знаю, как вас благодарить. Договоримся. Что, застряли? Мы тут тоже однажды. Да не то, чтобы застряли, так, Перекур. А мы до вечера успеем доехать? Да успеем, успеем. Тут я из-за тебя такой крюк сделал большой. Неплохо бы рассчитаться. А, хорошо. Да не, не, ну, деньги не надо. Договоримся. Эй, ты чего? Отпусти. 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 Я кричать буду. Отпусти меня. Беги, беги. Далеко не убежишь. Есть теперь и асфальт. Уйди от меня. Уйди от меня. Уйди от меня. Пошли, капец. Расслабимся, пойдем дальше. Пошли. 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 Чего тут и берешь? Глеб. Глеб. Руки от него. Убери шмот. Тебе чего надо? Отпусти меня. Я тебя сейчас сомневаюсь. Глеб, не дышу его. Глеб, не дышу. Глеб, не дышу. К тебе конец. Все, ты друг. Это священную браками. Понял? Да пошел ты! Ну, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все, спасибо, второй раз меня выручил. Я же говорю, работа у меня такая, ехать, вот, трава я тут, кому надо, помогаю. Поехали ко мне, я тебя накормлю, чаем напою, в себя придешь. Ты голодная? Нет. Глеб, а ты можешь меня к Спиридонову сейчас отвезти? Прямо сейчас? Нет, мы, конечно, до вечера успеем, если дороги не развезло, но… Глеб, пожалуйста. Да что тебе немется-то? Давай ты отдохнешь, а утром как рассветет, я тебя отвезу. Да не могу, я ждать. Или ты меня отвезешь, или я пойду пешком. Что, Сомат, через лес красная шапочка, у тебя волк съедят. Ну и пусти, да. Тихо-тихо, господи. Отвезу я тебя, норовистая какая. Давай, залазь. Городские странные вы. Соматик. Воздух. Пешком? Давай, помогу. Аккуратно. Тихо-тихо-тихо. Оп. Ага. Ну, собственно, вот его халупа. Трофимыч! Дома! Гостей принимай! А вдруг он ушел? А если надолго? Да, пес его знает. Так может, в тракторе подождем? Не надо, он дверь-то никогда не закрывает. О, смотри. Проходи. Ой, тут темно, а. А где выключатель? Нигде. Электричество было когда-то. Да, вышло все. Как это? А вот так. В лесу кто-то провода с опор оборвал на металл, видать. Житье в деревне, знаешь, не сахар. Да. А смотри-ка, он же, видишь, отшельником живет, да и помрет скоро. Кто на него тратиться будет? Ага. Куртка того мужика из леса. Я его сам видал. Что, тут у Трофимыча где-то фонарик должен быть? Эй, ты чего? Тихо, тихо, тихо. Так-так-так-так. Так-так, так, пашлы-така. Пошли на воздух. Тихо, тихо-тихо. Тихо-тихо заполнись, спокойно, спокойно. Тихо-тихо-тихо. Дыши. Все? Хорошо. Поставь. Что? Поставь мне. Я тебя поставлю. Ты на ногах-то удержишься? Да. Ага, хорошо. Аккуратно. Чуть-чуть-чуть. Ты что сомлел-то? Отдыхатель, что ли? Нет. Куртка. Что куртка? Куртка. Это... Это Лешина куртка. Погоди. Кто такой Алексей? Ты можешь нормально объяснить? А то его как-то вокруг да около. Я понять не могу. Это мой муж. Он с геологами без вести пропал. Так, я понял. А вот этот, с которым ты приезжала, Федя? Феликс, ну это не важно. Господи, я просто думала, что его нету больше. А теперь все с ног на голову. Я понял. Это что ж получается, этот, который у старика живет, твой законный, что ли? Это он. Это точно он. Да, дела. Он живой, понимаешь? Он живой. Ты знаешь, извини, конечно, но, как по мне, лучше бы он помер. Не смей так говорить, слышишь? Извини, но ты его не видела, понимаешь? Он сейчас... Его-то и человеком нормальным назвать сложно. Для меня это не важно. Он мне любой нужен. Ну, что с Мурной-то такой, а? По Катьке своей тоскуешь. Мне сейчас очень стыдно, мам. Отчего же стыдно? Да, по-скотски я поступил. Сижу тут у тебя в теплом кабинете. А она там одна в лесу. Непонятно с кем. Есть такая поговорка. Дурная голова ногам покоя не дает. Хватит, мам. Я еду за ней. Да где ж ты ее искать-то будешь? Где? Найду где-нибудь. Найду. Если что, Раиса поможет. Ну, хорошо, хорошо. Поедешь. Найдешь. Дальше что? Уговорю вернуться. Уговаривал уже. Не послушалась. Теперь послушает. Надо спасать ее. От самой себя. Надо прекращать это сумасбродство. Ну, ну. Как говоришь, звали? Алешка. Алешка. Так у моего тоже Алешкой кричат. Так мало ли Алешек на свете. Она по куртке узнала. Понимаешь, по куртке. Я что? Трофимыч, ты когда она проснется, скажи, что помощник твой пропал. Пропал? Куда? Да какая разница, куда? Просто был и пропал. Ты утром проснулся, а его нет. Не знаю, у него мозги набегли. Да какая разница, нет его. Так, знаю. Не любитель я, знаешь, это врать и пошту. Я просто не хочу, чтобы она его увидала. Понимаешь? Она девка жалостливая, дура. Заберет его к себе в город, а потом будет в жизни с идиотом маяться. Молодая, красивая. Зачем ей это? А что ты за нее так хлопочешь? Она что, понравилась, приглянулась? Да ну тебя. Я просто не хочу, чтобы она с ним маялась. Лучше бы он вправду помер. Да ладно, ладно. А я скажу, что пропал мой постоялец. Да. Только ты это, сразу увози ее отсюда, а то раскусит. Добро. Не надо тебе к нему, дочка. Знаешь, ты уезжай отсюда и забудь, что был такой. А это не вам решать. И жалеть меня не надо. Ведите меня к нему сейчас же. Ладно. Идем. Если так просишь. Идем. Идите, идите за мной. Вот он, родимый. Ну? Это не Леша. Что? То есть, то есть, как не Леша? Я не знаю, кто это. Так это, так оно же и к лучшему. Это пусть пет. За хворостом лес ходили, умаялся, закрывай. Так а... Подождите, я хочу с ним поговорить. Откуда у него, Алеша, накрутка? Да не станет он с тобой балагать. Не любит, когда чужие. Боится. Он что, не мой, что ли? Ну, почему не мой? Кое-что говорит. Кое-что говорит этот. Иногда и разобрать невозможно. Пойдемте, пойдемте. Я расскажу все, что знаю. Пойдемте, пойдемте. Его ко мне лесник привел. Где-то с месяца, может. Да, да. Что за человек, откуда взялся бог вести? Ну, вроде, из дальних мест. А откуда точно не говорит бродяга? Ну, подождите. Откуда у него Лешина куртка? Ну, так лесник дал. Парень-то весь ободранный был. Вот он и обредил его то, что под руку попалось. Ну, хорошо. А лесник ее откуда взял? Ну, так у него и спрашивайте. Опять ошибка. Еще, еще. А мне как будто Леший за нос водит. А что? А может и так. Край у нас дремучий. Боют прежние времена. Лешаки водились. Дед, ладно. А хватит сказки рассказывать. Я так понимаю, здесь все, да. Поедем? Ну, куда же вы? На ночь глядя, куда? Подождите до утра, переночуйте. Ну, а потом и поедете. Профима, честное слово, что мы тебя стеснять-то будем? Поехали. Я дорогу знаю. Не заплутаем. Дочка. Спасибо вам. Ну, ладно. А может, не сегодня. А где лесник живет? Ну, знам, а где? В лесу. У него там сторожка. Я туда могу сама добраться? Сама? Это, знаешь, навряд ли. Ну, там же должна быть дорога, тропинка. Ну, хоть что-нибудь. Кать, едем? Сейчас. Ты вот Глеба держись. Он тут все тропинки, все дорожки знает. Спасибо. Ну, давай помогу. Аккуратно. А? До свидания. С Богом, с Богом. Смотри мне, не обижай. Здравствуйте. О, утречко доброе. Доброе, доброе. Я думала, вы съехали. Вот, прибраться пришла. А где Кать? Кать? Я последний раз видела, когда вы уезжали вместе. Это, а где же она? Старик. Спиридонов. Спиридонов, кажется. Не знаете такого? У нас в округе таких нет. Ага, да. Он вроде где-то на отшибе обитает. А Глеба-тракториста знаете? А, ну, Глеб, бородатый такой, здоровый. Здоровый мужик такой. Далеко вам придется ехать. Да это ничего, я доберусь. Так вот вы, как на большак выйдете, так никуда не сворачиваете. Это там, где сосна повалена. А вот где сосна, как раз в аккурат налево. А, да-да-да-да, хорошо, спасибо. Я разберусь, да, спасибо. Да не за что. До свидания. Счастливо вам. Ты отвезешь меня к леснику? Че спрашиваешь, прямо обижаешь. Вон, карета подана. Все для королевы. Глеб, ты извини, не обижайся, но давай мы останемся просто друзьями. В смысле? Ты о чем? Ты все понял. Не надо всего этого, ладно? Ну, не надо так не надо. Ну, так вот, а если ты мне нравишься? Да, тогда мне очень жаль. Че ты в своем Феликсе нашла, а? Он же чистоплюй. Лишний раз боится руки замарать. Слушай, я, я правда тебя в огонь вводу. Я все, что ты хочешь, я тебе сделаю. Глеб, Глеб, пожалуйста. Ну, что? Ну, давай просто, я не знаю. Э, ты это, руки убрал от нее? Какого черта ты приперся, а? Тебя не спросил, а ну, отошел. Феликс, прекрати! Ты что здесь делаешь? Я тебе по всем деревням ищу. Мы вместе едем к леснику, он знает, где Леша. Что значит мы? То есть, значит, мы. Не ожидал? Это что, ты с ней? Да, я с ней. Никуда ты с ней не поедешь, понял? Да, кто не запретит? Я тебе запрещу. Ну, понял, ты запретишь, ну, он запретил пальцем запрещать. Идиоты! Ты такой, какой черт, а ты приперся, урод, а? А, тут ты. Катя! Доигрался? Идиот! Ты идиот! Где искать ее теперь? У лесника искать, я Трофимыч дорогу рассказал. Какого лесника? Далеко это? Какая разница, далеко, близко, она дороги не знает, заблудится. Так поехали ее искать. Так поехали, что стоишь? Куда ты на своей тарантайке? Мы к вечеру не доедем. Давай на моей, быстрее будем. Как и ради, на поворотах. Садись! Все, дальше только пешкодралом. Ну что, пошли? Пошли. Что-то потерял? Ничего я не потерял. Ее здесь нет. Откуда знаешь? Знаю. Следов ее обуви здесь нет. Тоже мне следопыт. Слушай, я всю жизнь живу рядом с лесом. И что-что, а следы читать умею. Ее здесь не было. Что делать-то дальше будем? Не знаю, надо назад вернуться. Помнишь, там развилка была. Может, она не на ту тропу свернула? Ну, веди давай. Ага. 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 Катя, 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 Катя! Помогите! 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 Боже! Вы кто? Я лесничий здешний Карпухин. А ты что здесь делаешь? Я как раз к вам шла и заблудилась. Ну, давай руку. Раз ко мне. Милости просим. Сторожка моя тут неподалеку. Шел я тогда лесом, там где он горам подступает. Вижу, человек на земле лежит. Глянул, а он мертвый. Уже медведь поработать успел. Жуть какая! Да. В наших краях обычное дело. Здесь много зверья водится. А кто был этот человек? Спросить нельзя. Документов при нем не нашлось. Я участковому сообщил. Тело на экспертизу, значит, отправили. Выяснили, что он со скалы упал. Расшибся. Крови много потерял. Оттого и помер. А личность его установили? Да, как же ее установишь? Захаживают сюда много экстремалов. За каждым не уследишь. Ну, а как он выглядел? Человек как человек. Не старый еще. Росту среднего. Куртка на нем была. Та, которую я потом бродяге отдал. Вот, значит, как все было. А участковый потом и говорит, а что с телом делать будем? Родных знакомых нету, хранить некому. Я сам его и закопал в лесу. Здесь, недалеко. Покажете мне это место? А чего уж не показать. Вот, дождемся рассвета и провожу. Ну, вот и пришли. На-ка, напиши, кто такой. Негоже человеку безымянному в земле лежать. А я потом кресту приколачу. А Лешу надо похоронить по-человечески. В город перевезти. Вы с Оксанкой сможете приходить к нему, навещать? Нет, я решила его здесь оставить. Не хочу Лешу тревожить после его смерти. Место красивое, спокойное. И дорогу я теперь знаю. Ну, как хочешь. Катяш, я сделаю все, чтобы ты выбралась из депрессии. Депрессии не будет. Я видела Лешину могилу, и теперь я все знаю. Феликс, ты меня прости за мои выходки. Я, наверное, себя очень глупо вела. Да нет, я не сержусь. Я тебя люблю, Катя. Катюшка, привет. Привет, как вы? Все хорошо. Как Оксана? Да вот она. Мама! Девочка моя. Как ты? Ты нашла папу? Нашла. Где же он? Что-то мы закисли совсем. Может быть. Катя, я… я, конечно, понимаю… Причина есть, но все-таки надо как-то встряхнуться, что ли. Как? Ну, не знаю. Ну, может быть, а давайте съездим куда-нибудь. Ну, вы же раньше с дочкой любили где-то бывать? Парк, магазин игрушек. Вот, давайте съездим. Вначале в парк, а потом в магазин игрушек. Ты не против? Нет. Ну, вот и отлично. Значит, сейчас Оксанку забираем и в парк. Так-так-так-так-так-так-так. Угу. И раз, и два, и три, и два, и три. Думаю, ей не нравится. Странно. Тебе же всегда нравились качели. И четыре. Может, посильнее, Оксана? Не надо, я устала. Ну, а ты как себя чувствуешь? Голова не закружилась? Нет. Ну, что, куда теперь? Поехали в магазин. Купим тебе что-нибудь из игрушек. Если здесь накатался. Поехали. Поехали? Поехали. Так. Поедем. Ну что, выбирай все, что нравится. Хочешь куклу? Можно даже две. Вот. Выбирай. Все, что тебе нравится, ты можешь взять. Ну, смотри, что у нас здесь. Куклы, игры. Может быть, вот все, что тебе понравится. Домики, я не знаю. Мягкую игрушку. Оксана. Оксана, 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 что такое? Что? Что такое? Феликс. Сознание потерял. Как? Обмарок. Надо на густой. А то я свои оставила в одежде, в кармане. Быстрее. Скорее. Ключи. 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 Так. Дверь открывай. Помоги, скорее. На заднее сиденье. Так, спокойно, спокойно. Тише, тише. Придерживай ее. Так. Ну. Так. Оксана. Так, минуту. Что? Ватку держи. Сейчас. Держи около носа. Так. Феликс. Спокойно. Валера, ты на месте? Нужна твоя консультация. Девочка восьми лет. Потеряла сознание. Без видимых на то причин. Хорошо, я где-то в минутах десяти от тебя. Скоро буду. Да, пока. Ты кому звонил? Это Валера Герасимов. Хороший педиатр. Он ждет нас в клинике. Очнулась. Оксаночка, ты нас так напугала. Оксана, с тобой все в порядке? У тебя что-нибудь болит? Ну, ты помнишь, как ты в обморок упала? А почему ты молчишь? Оксан, ну скажи что-нибудь. Оксан. Что-то не так. И мне это определенно не нравится. Оксан. Оксаночка. Ну, поговори со мной. Ну, ответь мне, что случилось. Оксана, почему ты не разговариваешь? Оксана, ну не молчи. Ну, не молчи. Девочка моя. Я не понимаю, что с ней. Она очень впечатлительная девочка. Ну, представь себе, ты уехала неизвестно куда. Она осталась одна. Тетка с подругой не считаются. Естественно, нервы не выдержали, и произошел срыв. Но я же, когда приехала, все было в порядке. Она обрадовалась. Возможно, это запоздалая реакция на стресс. Такое бывает. Ну, ее можно вывести из этого состояния? Конечно. Нужно, чтобы прошло время. Все пройдет. А мы как можем ей помочь? Но сейчас ей нужны только положительные эмоции. У меня есть одна мысль. Давай сделай мне какой-нибудь сюрприз. – Сюрприз? – Да, сюрприз. Зайчик мой. Привет. Как у тебя дела сегодня? Дядя Феликс говорит, что из лаборатории пришли результаты твоих анализов. Они в норме. Это очень хорошо. Сегодня тебя два доктора посмотрят. И на следующей неделе еще один приедет. Его дядя Феликс специально пригласил. Так что тебе придется тут еще немного побыть. Ты же не будешь скучать, правда? Вот и хорошо. А у меня для тебя сюрприз. Помнишь, мы вчера были в магазине? Да. Закрывай глазки, и откроешь, когда я тебе скажу, хорошо? Так нечестно. Закрывай. Закрывай глазки. А теперь смотри. Убери! Уберите ее! Уберите! Убери! Что такое? Оксана, что случилось? Оксана, девочка моя, ну… Уйди! Тихо, 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 тихо. Тише, тише, тише! Беги на пост. Уйди! 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 Это всё серьёзное, чем мы думали. Это что-то ужасное. Я никогда не видела её в таком состоянии. Будем бороться. Соберём консилиум врачей. Сообщай, решим, что делать. Ну, здравствуй, племянница. Давно тебя не видела. Здравствуйте, тётя Вика. Не буду вам мешать. Не спеши. Не надо на меня так смотреть. Я знаю, что с Оксаной случилась беда, так что давай все обиды забудем. Не до них сейчас. Я права. Я сказала, что соберём консилиум врачей, сообща, будем решать, что делать. Зинуль, не в обиду тебе будет сказано, но в нашем городе хороших врачей днём с огнём не сыщешь. Да и всё равно это не тот уровень. А где тот? За границей. Можно и там. Но сначала в нашей стране попробуем. Если надо, я договорюсь. Приедут люди из столицы. Ну, это уже совсем другое дело. Ты, пожалуйста, напиши список тех медиков, которые нужны для консультации. Если надо, я позвоню, договорюсь. Выясним все условия. Я всё-таки пойду. Меня Феликс ждёт. Гордячка. Так и не простила меня. Это она ещё не всё знает. Если будут какие-нибудь проблемы, обязательно обращайтесь. Хорошо? Конечно, да. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. А я уж думал, не дождусь тебя. Хотел звонить. Тётка задержала. Подвезёшь домой? Да-да-да. Конечно. Пойдём. Садись. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Так. Поехали. А что это за женщина, с которой ты сейчас разговаривал? Это Элла Шедловская. Ты её не знаешь. Твоя коллега? Нет. Я её сына оперировал. Хороший такой мальчишка. Годовал. Симпатичный. Операция сложная была. Порок сердца. Но, слава богу, всё обошлось. И часто вы общаетесь? Нет. Она время от времени приезжает в клинику. Вот и всё. А почему тебя это так интересует? Да. Просто напомнила одну знакомую. Нин, привет. Всё в работе? О, привет. Да какая здесь работа? Так, карточную пыль глотаю. А ты чего, по делам или так покалякать? По делам. Где у тебя папки пациентов за прошлый год? Мне данные надо уточнить. А, вон, верхний ящик. Здесь? Да. Нашла? Угу. Я могу у тебя её взять? Да, конечно, возьми. Но только верни потом. Да, конечно. Спасибо. Давай, пока. Фелик всё-таки не соврал. Он действительно оперировал этого мальчика. Значит, честный мужик. В кои-то веки. Что-то тут не так. Вот смотри. Это перечень того, что сделали мальчику. Это обследование, операция и реабилитация. Ну? А в пересчёте в валюту его мама должна была заплатить, ну, что-то около двадцати тысяч евро. Ну и что? Может, она из богатеньких. Что эти двадцать тысяч? А дело не в этом. Я же бухгалтер, и у меня есть доступ к финансовым документам. Я всё проверила, и вот, что я выяснила. Эдуард Шитловский лечился в нашей клинике бесплатно. И его мама, Элла, не заплатила ни копейки. Да? Интересно. За какие такие заслуги? Вот и мне интересно. Наше руководство, ну, далеко не из щедрых. И просто так никому ничего не делает. Должна быть какая-то причина. Будешь копать дальше? Обязательно. Я чувствую, что это как-то связано с Лёшей. Катя, ну, Лёше, ты уже никак не поможешь. Да. Но ради его имени я хочу докопаться до правды. Что тебе ещё от меня нужно? Я пришла не ругаться. Мне нужна правда. Ты же не случайно познакомилась с моим мужем? Да или нет? А какое твоё дело? И кто-то такая, чтобы мне допросы тут устраивать. Я многое знаю. Знаю о том, что доктор Феликс Парамонов делал операцию твоему сыну. И о том, что по документам это провели, как благотворительность. Но никакой благотворительности не было. А кто это докажет? Я докажу. Имей в виду, я пойду до конца. Я найму сыщика, адвоката, кого угодно. Но я выведу тебя на чистую воду. Меня? А я здесь никто. Мелкая сушка. Ладно. Алёши уже нет. А тебе будет полезно знать. Проходи. Ты присаживайся. Когда у Эдика и Том болячку нашли, я все фонды отбегала. Денег просила. Или квоту на лечение. А мне говорили, ждите, ждите. А чего ждать? Пока он умрет. А потом мне Парамонова подвернулась. Как это подвернулась? Ты что, не знала ее раньше? Нет. Ни ее, ни Феликса, никого. Пришла к ней в клинику. Стала о своем горе рассказывать. У самой глаза на мокром месте. Ну, конечно, за сына переживаю. А она, знаешь, так смотрит на меня. И что-то себе обдумывает. А потом говорит. Да. Операция не из дешевых. Но. Есть врач. Золотые руки. Сделает все в лучшем виде. А кто будет оплачивать операцию? У меня нет таких денег. Это плохо. Но мы не звери. Постараемся что-нибудь придумать. Правда? Но вам придется оказать небольшую услугу. Совсем, совсем крошечную. Это она попросила тебя соблазнить Лешу? Да. Сказала, что все при мне. Напрягаться особо не придется. Даже денег дала на новый шкаф, чтобы был повод познакомиться. Ну, а остальное ты знаешь. Подожди, а эсмэски в твоем телефоне? А я сама их написала с его телефона. Пока он со шкафом и с краном на кухне возился. То есть у вас, правда, ничего не было? Нет. А я хотела. Ты знаешь, мне Леша правда понравился. У меня таких мужчин никогда не было. Одни сволочи попадались. Это все? А тебе еще что-то нужно? Спасибо за откровенность. Что? Ты считаешь, что я Илюшку подставил? Вы вдвоем с матерью. Катя, это ж каким подонком ты меня считаешь? Феликс, у меня факты на руках. Катя, я просто сделал операцию ребенку. Сколько это стоило и откуда взялись деньги, меня не интересовало. Хочешь сказать, что тебя тоже использовали? Послушай, мы сейчас же позвоним маме. Нет, мы к ней поедем вместе. Пусть она в глаза скажет, зачем ей это все понадобилось. Поехали. Как ты могла такое сделать, мама? Это же, это, это чудовищно. Сделала, сделала ради тебя. Потому что я смотреть не могла, как ты сох по этой. Ты не имела права так поступать, не имела. Я тебя об этом не просил. А ты меня никогда ни о чем не просишь. Я всегда все делаю за тебя. Всю свою жизнь. А я знаю, зачем тебе это нужно было. Ты не о моем счастье беспокоилась. Тебе с подругой своей продниться надо было. Что, что, что? Денег тебе, мама, нужно было на клинику. Денег, денег тебе всю жизнь не хватает. Думала, с родственницей можно будет больше получить, да? Не смей так разговаривать с матерью, не смей. Между прочим, не я это все придумала, а она. Что? Это тетя Вика? Да, тетя Вика придумала, потому что ненавидела твоего Алексея и мечтала, чтоб вы развелись. Катя! Ну, беги за Катей. Беги. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Виктория Петровна у себя? Да, но к ней сейчас нельзя. Она разговаривает по телефону с губернатором. Ничего, мне можно. Вы куда? Я же вам сказала, я же вам объяснила, что туда нельзя. Нет, священие завтра. Я же сказала, нельзя. Юрий Александрович, прошу прощения, что-то со связью. Я вам перезвоню. Свободно. А в чем дело? Это как понимать? Ты почему врываешься? Мне все известно про Эллу. И про то, как вы со своей подругой подговорили ее подставить моего Лешу? И что теперь? Казнить меня за это? Ты ничего не понимаешь. Я хотела, чтобы тебе было хорошо. Ах, вы о моем благе заботились. Только мне такая забота не нужна. И с этой минуты меня с вами больше ничего не связывает. Вот и как. Тетя Вика для меня умерла так же, как и Леша. Только его я помнить буду, а вас нет. Прощайте. Мерзавка. Еще вспомнишь меня? Да. Да. Ну и зачем ты проболталась? Тебя кто вообще за язык тянул? Катюшка уже прискакала. Ну, по делам. Не одной мне отдуваться. Да, да, ты че радуешься-то? Че ты радуешься? Ты что, не могла выкрутиться, что ли? Вот ты и выкручивайся. Между прочим, она все знала. Значит так, Зинуля. Никакого дополнительного финансирования клиники не будет. И прежние сметы я тоже пересмотрю, а то я гляжу, че-то я закормила тебя. Ну, тварь. Ну, какая же ты тварь. И ни с какими просьбами ко мне больше не суйся. Усекла? Катя, Катя, ты не обижайся на меня. Феликс, я не обижаюсь на тебя. Если бы я знал с самого начала, то... Феликс, я же уже сказала. Ну, я надеюсь, что это никак не изменит наше с тобой взаимоотношение. Феликс, пойми, дело... Дело не в обидах и не в претензиях. А в чем? Феликс, я не люблю тебя. И я никогда не смогу тебя полюбить. Для меня это не секрет, Катя. Я бы дорого однул, чтобы твое отношение ко мне изменилось, но понимаю, что это невозможно. Ты правильно понимаешь. Я все равно счастлив. У меня есть возможность хоть иногда тебя видеть. Быть рядом с тобой. Мне этого достаточно. Доброе утро, Зинаида Витальевна. Доброе утро. Что скажешь? Вот. Что это? Заявление об увольнении. С чего это вдруг? По-моему, все ясно. Вы меня после вчерашнего терпеть не будете. Да и я не хочу работать под вашим руководством. Ты давай не пари горячку. Бухгалтер, ты хороший, я тебя ценю. А то, что было, к работе никакого отношения не имеет. Я хочу уйти. Куда? Ты же знаешь, что сейчас работу найти очень сложно, и потом дочка твоя в нашей клинике лежит. Или забыла? Я ее переведу в другую больницу. Ну, что ты заладила? Уйду, переведу. Ты что, считаешь, что я тебе зла желаю? Феликс тебя очень любит. И я хочу, чтобы все у вас было хорошо. Феликс здесь при чем? А при том, что Феликс мой сын. Так что пока на этом остановимся, заявление твое я у себя оставлю. Подписывать не буду. Пойди, подумай, взвесь. Зинаида Витальевна. Да вот иди. Иди работай. Ой. Давно ждешь? Да нет, полчасика всего. Я просто к Оксане в палату заскочила. Посидела с ней. Ну, как она? Плохо. Опять мне ничего не говорит. Мало ест. Завтра консилиум. А Паруманова тебя не отпустила? Что значит не отпустила? Я все равно уволюсь после того, как Оксана поправится. Ой, а с Феликсом что? Не знаю. Страшно, конечно, одной остаться, но... Ясно. Ну, как наши дела? Ну, а? Ну, а? Ну, я ведь знаю, знаю, что ты можешь разговаривать. Ну, упрямишься. Скажи, чего тебе хочется, а? Ну? Ну, а можно мне погулять? Ну, вот и заговорила. Молодец. Конечно, можно. Нужно погулять. Я сейчас принесу твою одежду и сама с тобой пойду. Надо ноги размять. А то засиделась в кабинете. Молодец. 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 Ой, какой спирописки. Да. Сейчас погуляем, подышим воздухом. Тогда я одежду. Алло. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Хорошо. Спасибо. А подождать нельзя? Ну, хорошо. Я сейчас подойду, подпишу. Оксаночка, мне нужно ненадолго отойти, подписать документы. На пять минут. Подождешь меня? Только никуда не уходи. Я быстро. Привет, Феликс. Привет. Тут такое дело, Оксана сбежала из клиники. Как сбежала? Мать говорит, вышли погулять возле больницы. Отлучилась на пять минут, и ее нет. Ну, подожди, ну, а кто-нибудь ее видел? Кто-то из больных сказал, что маленькая девочка выскочила из ворот. Не знаю, может быть, она… Поехали ее искать. Поехали. Почему она сбежала? Что случилось? Может, испугалась, что ее отправят лечиться в другой город? Ты говорила ей про консилиум? Нет, я только сказала, что она обязательно выздоровеет. Куда же она могла пойти? Если была в сумеречном состоянии, то куда угодно. У меня есть адреса ее подруг. Сейчас проверим. Эй, это куда ж ты такая? А родители где? Да, Кать? Надь, привет. А Оксана, случайно, она не у тебя? Нет, ты же говорила, что она в больнице. Сбежала она. Да ты что? Мы уже всех ее знакомых объездили, обзвонили, никто ничего не знает, как будто сквозь землю провалилась. Может, поискать ее в месте, где она любила бывать? В парке. А что ей там одной делать? Ну, мало ли, от нервов, может, туда убежала. Ладно, хорошо. Спасибо, давай, пока. Ну, что? Ну, у Нади ее тоже нет. Какие варианты? Ну, может, она права? Давай так, я пойду в парк, здесь недалеко, а ты езжай в магазин игрушек. Может быть, вместе? Нет, так будет быстрее. Если что, звони. Хорошо, ты тоже. Хорошо, давай. Хорошо, давай. Хорошо. Хорошо, давай. Продолжение следует... Как ты выбрался? Говорили, что ты в пропасть упал. Было дело. С напарником сорвались. Там площадка внизу, маленькая. Мы прям на нее рухнули. Я вон, видишь, только ногу повредил, а напарник все совсем. Ну, и я его на себе волоком до леса тащил. Так это... Это его лесник нашел. Как на нем твоя куртка оказалась? Так он в спецовке был. Он кровью истекал. Спецовка насквозь промокла и его морозить начала. Свою куртку он у него надел, чтобы... Ты в курсе, что Катя тебя похоронила, а она на твоей могиле плакала? Да, может, оно и к лучшему. Ну, если она меня здорово выгнала, зачем ей калека? Может, оно и к лучшему. Надо Кате позвонить. Сказать, что Оксанка нашлась. Слушай, мы ходим уже почти полчаса. Ну, выбери ты уже, в конце концов, что-нибудь. Я же выбрала, только ты покупать не хочешь. Да, Катя, нашлась. Вы в магазине? Я подъеду сейчас. Нет-нет-нет, не надо приезжать. Ты дома нас жди. Скоро приедем. Да, все в порядке. Целую. Да, я видел вас. В ресторане, и не только. Значит, Катя не померещилась. Одного понять не могу. Как ты спасся? Да, как? Да, Леса и Олега дотащил. Сил не осталось. Думал, сейчас на опушке его оставлю, сам людей найду. А людей не нашел. Обратно вернулся, он умер. Потом, через три дня меня охотники подобрали. Отвезли в больницу. В больницу подлечили. Сказали, что вот на всю жизнь инвалидом останусь. Как здесь оказался? Да, как оказалось. Просто вернулся. Живу у Пашки. Водилы уже, понятное дело, не берут. Устроился вот сюда. У него знакомая здесь, в этом магазине. Ну, а что, мне нравится. Сюда дети приходят. Оксанку он увидел. Она тебя узнала? Узнала. Я, честно говоря, думал, что никто меня не узнает. Маска, парик, унос, униформа. Удобно. Слушай, давай договоримся. Ты можешь с дочкой видеться, но только Катю не трожь. Она только-только забывать стала. Только жизнь начала налаживаться. Я тебя, как мужика, прошу. Хорошо. Пожалуйста, не ломай. Дай новую жизнь начать. Хорошо. Я не потревожу. Но ты запомни. Если ты ее обидишь, я тебя в порошок сотру. Договорились. Оксана, пойдем-ка домой. Мама очень переживает. Надо ехать. Пойдем. Пойдем, милая. Так ты и за папу эту комедию устроила? Мам, ей бабовика говорили, что если папу со мной видят, то сразу в тюрьму посадят. Я боялась. Правильно боялась. Умная девочка. Но я хочу быть с папой. Оксаночка, ты будешь. Только есть одно условие. Какое? Ты никому не должна говорить, что твой папа живой. И то, что он здесь, в городе. Пока. Даже маме. Да, даже маме. Иначе папу посадят в тюрьму. Понимаешь? Да. Обещаешь? Да. Так, ну вот и приехали. Помни, о чем мы с тобой говорили. Хорошо? Угу. Оксаночка, девочка моя, ну зачем ты сбежала из больницы? Мне скучно стало. Не хочу больше там лежать. Зайка, ну тебе надо еще немного подлечиться. Не надо, у меня ничего не болит. А я согласен. Не вижу смысла возвращаться в больницу. Филикс, ты хочешь дома остаться? Конечно. Ну вот и отлично, я договорюсь, тебя выпишут. Мам, а можно мне конфету? Да, иди на кухню возьми. Оксана. Филикс, а тебе не кажется, что ты торопишься? Может, ей еще в больнице понаблюдаться? Ну почему же, ты видишь, она прекрасно себя чувствует. Заговорила, повеселела, ведет себя, как раньше. А физически, физически она абсолютно здорова, обследование это подтвердило. Ну, а это ее состояние, это же что-то было. Нервы. Нервы, материя тонкая. Но ты не волнуйся, я уверен, что все будет хорошо. У тебя сегодня сколько уроков? Пять. Хорошо, набери меня перед последним, а то у меня много работы, могу за временем не уследить. Меня дядя Феликс обещал забрать на машине. Дядя Феликс? Ну да. Ты же всегда была против, чтобы он тебя забирал. Ну, просто он катать мне не обещал. Я не перестаю тебе удивляться. То ты ведешь себя как взрослый человек, то как дитя малое. А с каких пор тебе нравится просто так на машине кататься? Ну, а что тут такого? Ты же сама говорила, чтобы я с дядей Феликсом помирилась. Ну да, говорила. Ну вот. Ну, как-то это неожиданно. Значит так, сегодня в два. Я забираю ее из школы и привожу в кафе. У вас будет примерно час. А че так мало? Катя может забеспокоиться. Где мы так долго пропадаем? Начнет переживать, звонить? Конспиратор. Так, ты либо соглашаешься, либо нет. У меня есть выбор. Ну, тогда до двух. Мне на работу пора. Все, давай. Папа тебя ждет в кафе. Это далеко на краю города. Лучше, чтобы никто из знакомых не видел вас рядом. Поняла? Угу. Молодец. Давай-ка мне портфель. Запрыгивай. Оп. Держи. Так. О, господи. Пап! Привет! 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 Привет, мои зайчоночи! Привет! На! Давай. Так, держи. Так, ну что будешь? Все. Так, все. Значит... Что будете заказывать? Мороженое, одну порцию. Шоколадная посыпка. С шоколадной посыпкой. Какао. Пирожное какое? Два эклера, корзиночку с кремом и трубочки со скучонкой. Не лопнешь? Так, так. Моя дочь. Я угощаю. Не мешай. А мне еще кофе и стакан минералки. Пожалуйста. Здрасте. На это сервис? Да, да. Академия, сейчас принесу. Заеду. Через час вернусь. Давай, давай, давай. Мне с дочкой не мешай общаться. Так, Леш, не хами. Я ведь могу это все прекратить. Нет. Спокойно. Дядя шутит. Дядя шутит. Дядя шутит. Так, все. Я побежал. Через час. Веди себя хорошо. Рассказывай. Пожалуйста. Два эклера. Ух, сколько там. Ну, ладно. Ну, давай налетай. Катя, садись к нам. Долго же вы катались. А куда нам спешить? Да, Оксанка? Да, мне очень понравилось. Я рада за тебя. Оксана, хватит, мусолит суп. Ешь. Мам, я не хочу. А что, сегодня какой-то день особенный? Тебе всегда этот суп нравился. А сегодня не нравится. Мам, можно пойду мультики посмотрю? Только после супа. Ну, мама. Катя, ну, не хочет, пусть не ест. Ничего страшного. Ты не заболела? По-моему, ты зря суетишься. Правда? Оксан? Кажется, телефон звонит. Я не слышу ничего. Пойду проверю. В кафе больше не пойдете. Это на тебя плохо влияет. Нет, я все съем. Давай, скорей ешь. И о чем вы тут шушукаетесь? Да так, ни о чем. Вот небольшая воспитательная беседа, и смотри непосредственно результат. Видишь, я ем. Ест. Оксана, мне кажется, ты хочешь мне что-то рассказать? Я? Нет. Никогда не думала, что у нас будут секреты. Мам, у меня нет секретов. Кать, ну, чего ты в самом деле? Ну, ест суп человек, все хорошо. Мам, пусть дядя Феликс меня завтра снова из школы заберет, ладно? Мам, пусть дядя Феликс меня завтра снова из школы заберет. Вот. Не возражаю. А куда мы поедем? Ну, куда? В парк? Погуляйте немного, на качелях покатайтесь. А можно сегодня подольше? Посмотрим, Оксана, посмотрим. Давай, снимай портфель. Так, оп, залезай. Держи. Подвезете? Срочно. Да, без проблем. Куда едем? Вот, за той машиной только так, чтобы нас не заметили. Сделаем. За кем гонишься? Муж к Любовне сорванул? Не ваше дело, следите за дорогой. Какая злая? Вы можете быстрее? Я езжу по правилам. Ну, уезжайте, мы их сейчас потеряем. Нечто пешеходов давить? ТАЛЬМЕНТА Может, еще чем-то помочь? Все, спасибо. Катя, ты откуда здесь? Где Оксана? Катя, успокойся. Ничего не произошло. Не надо мне врать. Я видела, как ты её сюда привёл. Где она? Катя, пойди в машину, я всё тебе объясню, Катя. Где Оксана? Катя, Катя, Катя! Папа, сильнее! Лёша! Это ты? И я чувствовала, я искала тебя. Я думал, ты меня опять прогонишь, как тогда. Глупый. Глупый. Лёша. Ну, теперь я такой. Ничего нельзя исправить. Всё можно исправить. Главное, только верить. Теперь я это понимаю. Оксанка-то мне ничего не сказала. Ну, я думал, ты с ним счастлива. Счастлива я могу быть только с тобой. Что я тебе нужен? Ты всегда был нужен. Прости меня. Ты меня прости. Ну, а тебя не за что прощать. Я знаю всё. Ты ни в чём не виноват. Мам, пап, пойдёмте уже домой. Домой? Домой. Подождите меня здесь. Я сейчас. Феликс. Катя. Феликс, я всегда тебя уважала за благородство и честность, но то, что ты сделал, это подло. Я боролся. Мне было страшно тебя потерять. Борьба должна быть честной. И ты в ней проиграл. Я проиграл с самого начала. Феликс, ты что делаешь, Феликс? Встаю, мам. Сейчас упаду. Ты что, напился? Угу. Как свинья. Нас не беспокоит. Давай. Тебя ж могли увидеть. Пускай, мам. Сядись. Пускай видят. Ты же всегда знал меру. Что? Что случилось? Папа, сегодня, мам, есть повод. Сегодня есть повод, папа. Иди, ну. Вот. Ну, поплачь. Поплачь. Что? Папа, идем, поиграем. Иди, 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 дочка. Сейчас я приду. Сейчас приду. Не думал, что когда-нибудь сюда вернусь. Ну, проходи. Мы же с тобой в разводе. Бумажка есть из суда. Грубо говоря, я закон нарушаю. Ну, я же говорила, что все можно исправить. Все-все. А давай ты сегодня маму покатаешь? Давай. Давай, давай, давай. Ну, что? Давай, садись. Ну, народ смешает. Да ну. Старая тетка в детство впала. Только аккуратно. Давай, 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 давай. Не бойся, папа очень хорошо катал. Да? Да. Ты помнишь, когда мы с тобой познакомились, и тебя на этих же качалях качал? Неужели такое было? Ну, не было. Ой. 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 Ой.